Сегодня мы продолжаем наш занимательный курс. Давайте вспомним, что мы с вами прошли на прошлых занятиях. На первой лекции мы с вами познакомились с машинным обучением, поставили формальную задачу машинного обучения, а на второй лекции познакомились уже с так называемыми метрическими алгоритмами. Сегодня мы продолжим с вами осваивать новые алгоритмы. Сегодня мы откроем целый класс алгоритмов, которые называются параметрические и познакомимся с таким ярким алгоритмом из этого класса с линейной регрессией. Должен сказать, что это очень популярный алгоритм для решения каких-то прикладных задач. То есть я как за несколько лет работы, я сталкиваюсь с ним постоянно. Так что я очень вас прошу сегодня быть внимательным, внимательными и пытаться максимально понять устройство этого алгоритма и как и когда его стоит поменять. Потому что, скорее всего, на практике вы с ним столкнетесь. Окей. Поехали. Содержание. Итак, мы сначала подоконимся с линейной регрессией, потом я вам покажу некие трюки, которые позволяют ушать качество линейной регрессии, а затем мы на семинаре разберем с вами такую самую популярную задачу в анализе данных, прикладную, задачу построения рекламительной системы. Окей. Итак, часть первая. Я отказываюсь от кликера, потому что у меня он глючит. Напоминание. Значит, у нас есть какое-то функциональное качество, которое является суммой по всем объектам из обучающей выборки, суммы, так называемой, loss function, функции ошибки, которая не отрицательна и показывает, как сильно алгоритм А ошибается на объекте X в состоянии Y. И мы с вами на первой лекции ввели принцип минимизации эмпирического риска, который говорит о том, что нужно выбрать такой алгоритм А, который доставляет минимум на этом функционале, где А большое, почему проводится минимизация, это некое семейство алгоритмов. В прошлом алгоритме, а именно в метрических алгоритмах, мы никак это не использовали. То есть у нас, по сути, алгоритмы были, так называемые, непараметрические, ленивые. То есть мы просто брали, условно говоря, обучающую выборку, и для нового объекта считали все расстояния между тестовым объектом и объектом из обучающей выборки, и их усоединяли, по сути. То есть их таргеты усоединялись весами, а веса определились расстояниями. То есть мы там ничего не обучали. В этой же лекции мы познакомимся с вами с таким первым не лейзи алгоритмом, алгоритм, который уже на обучающей выборке настраивает свои параметры. И делает он именно принцип минимизации эмпирического риска. Окей. И дальше такой красной нитью через нашу лекцию пройдет такое правило. Как представляются алгоритмы в машинном обучении? Еще раз. Обучение — это representation, то есть представление алгоритма, то есть, так сказать, как выглядит семейство алгоритмов A. Evolution, то есть как оценивается, то есть как выглядит функция L. и optimization, каким образом этот минимум находится. То есть три пункта, и сегодня мы познакомимся с линейной EGS и разберем ее по этим трем пунктам. Коллеги, вопросы какие-нибудь есть? По такому вступлению. Если нет, то мы поехали дальше. Итак, что же такое параметризация и зачем она нужна? Смотрите, вообще алгоритмов A, которые существуют на свете, очень-очень-очень много. И стоит как-то из каких-то базовых принципов сузить этот пространство перебора, то есть сказать, как в принципе должны наши алгоритмы устроены, чтобы не переправить все-все-все на свете. Для этих целей используется как раз параметризация. Мы заранее говорим, в какой форме мы будем искать наш алгоритм. Например, пусть у нас объект X описывается двумя признаками, например, X1 и X2. Будем считать, что мы ищем алгоритм A от XW в виде просто такой суммы признаков с весами, с параметрами. То есть алгоритм выглядит именно в таком виде. Дальше мы узнаем, что как раз это и называется линейным алгоритмом. Ну, очевидно, что параметризация с помощью линейного алгоритма — это не единственный вариант. Можно, например, умножать все признаки, умножать на какой-то вес. А дальше, или, например, брать класс 1, если классификация, если значение признака больше какого-то порога. А порог настраивается. То есть в данном случае W — это параметры алгоритма, а X — это признаки. То есть мы настраиваем W. Это понятно? То есть мы берем нашу искомую функцию, которую мы ищем A от XW, описываем каким-то вектором весов или параметров. То есть веса и параметры — это как бы для меня синонимы. Я буду использовать и так, и так. И дальше наша иммунизация эмпирического риска от варианта вот такого, вот такого, где мы ищем какому-то семейству алгоритмов A, переходим к более конкретному, где мы уже делаем иммунизацию какому-то абстрактному семейству A конкретно по параметрам V. То есть вот это просто задача оптимизации для некоторого вектора V. Коллеги, понятно? Мы перешли, параметризовали семейство и получили простую задачу оптимизации. Да, конечно. — Алгоритмы выбираем в параметры. — Да, абсолютно верно. — Акции не выбираем на балл в первые параметры и выбираем в параметры? — Ну, никак, потому что у вас исходный алгоритм. То есть у вас сначала алгоритм, он определяется параметрами. То есть у алгоритма A могут быть одни параметры, у B — другого. Поэтому вы не можете в все эти параметры перевернуть в алгоритмы. То есть первый уровень алгоритм, потом его параметры. — То есть нет такого подхода, когда в данном параметре вы имеете в виду алгоритмы? — Смотрите, смотря что, подразумевая под алгоритмом. Например, если вы подразумеваете какой-то параметр, один алгоритм, например, число соседей, вот вы его можете подбирать, вот так, да? Но если вы имеете эту структуру с точки зрения семейства, то есть семейство подбирать так не получится, потому что семейство определяет, какие параметры алгоритма. Отлично. Коллеги, еще вопросы есть по параметризации? Что такое параметризация? Зачем она нужна? Все ли вам понятно? То есть базовый... Принцип такой. Мы параметризуем, исходя из каких-то базовых представлений о задаче. То есть мы, допустим, знаем, что признаки должны входить в линейное предсказание. Тогда мы параметризуем так. Или мы знаем, что вот для предсказания правильно перемножить эти признаки с каким-то весом. Тогда мы вот так параметризуем, а вес настраиваем. Коллеги? Отлично. Идем дальше. Итак, наша волшебная формула. Representation, Evaluation, Optimization. Итак, representation для линейной регрессии. Понятно. Так, representation для линейной регрессии. Итак, наша модель представляется в таком виде. Это какой-то вес или параметр W0, обычно называют его смещение, bias, плюс линейная комбинация признаков объекта X. Я его начал через F, со словом фича, на веса WG. То есть это линейная комбинация плюс какая-то константа. Это… Да? Сейчас X это вот, я просто… X это он, я просто X сложил через F житый. Это одно и то же. Нет, X это вектор F житый, куда-нибудь ставить F. Объект описывается F, D признаками. Признаки я просто через букву F. Окей. Здесь понятно. Значит, A, V это какой-то D-мерный вектор признаков. Не признаков, это общетка. Вектор параметров. Итак. Ну, далее, чтобы такую формулу не городить, очень просто сделать такой трюк. Трюк сказать, что у нас есть какая-то фича F0, которая всегда константна единична. Тогда вы эту штуку можете сделать в таком виде. И дальше просто использовать нотацию X на V скалярно. То есть забиваем на вот этот V0, говорим, что он всегда, фича при V0 всегда единичная. Тогда мы можем его записать просто через колярное произведение. Окей. Итак. Теперь сразу вам расскажу вот про гипотезу. То есть когда в таких задачах часто применяется линейная модель. То есть когда мы говорили про метрический алгоритм, про метрический, да, там была метрическая гипотеза. Это говорит о том, что похожие объекты имеют похожую целевую значение переменной. Здесь другая очередная гипотеза. То есть здесь говорит о том, что в, так сказать, целевая переменная зависит линейно от признаков объекта. Вот. Давайте пример какой-нибудь. Вот наш ресторан. Мы прогнозируем его выручку за год. Мы считаем, что выручка за следующий год линейно зависит, например, от фичи, там, не знаю, площадь ресторана. То есть, очевидно, чем больше площадь ресторана, тем больше там посадочных мест, тем больше он может обслуживать людей, тем больше будет выручка. Или зависит линейно еще и от выручки в прошлом году. То есть если ничего страшного не подошло, чем больше была выручка ресторана год назад, скорее всего она будет линейно связана, то есть выручка в следующий год будет линейно связана с выручкой за предыдущий год. Понятно, да? Такая гипотеза просто. И еще важно ответить, почему такие модели очень популярны. Вот, например, вы часто можете встретить линейную модель, например, в банках. Вот в таких задачах типа, особенно связанных, условно говоря, с деньгами. Не только в банках, но в принципе с задачами, где очень важно не принять неправильное решение. Почему так происходит? Потому что эта модель очень интерпретируемая. То есть в чем большая проблема? Вы, значит, аналитик данных, вы сделали какую-то крутую модель, потом вам надо применять в каком-то, в каких-то реальных двух задачах. И обычно менеджер или там директор, ему очень страшно отдавать решение на какую-то, ну, машину, какого-то робота, если он не понимает, что внутри. То есть, условно говоря, вы менеджер банка, там, директор банка, и вы, значит, ваша модель сошла с ума, кто-то ее плохо обучил, она резко выдает всем кредиты, и ваш банк просто банкротится. Ему очень важно, чтобы эта модель была объяснима, чтобы вы пришли и сказали, вот, то есть этому человеку мы дали кредит, потому что там у него хорошая, там, большая зарплата, например. И вот линейная модель с этим прекрасно справляется. То есть здесь у каждого параметра есть смысл. Что смысл каждого параметра W? Вот W, это значение, на которое изменится предсказание, если вы его признак, соответствующий при W, увеличите на единицу. То есть это, по сути, важность фактора. То есть если мы видим, что важность W у параметра, например, выручка за прошлый год, сильно больше, чем у параметра, например, число кухонь в ресторане, значит, можно логически заключить, что для модели более важно, да, как раз-таки узнать выручку за прошлый год. То есть вы можете так понять, на какие признаки, в принципе, модель опирается. И это очень важно, например, да, когда вам нужны то, что называется, интерпретируемые предсказания, когда вам важно, чтобы модель была объясняема заказчиком, другим людям. Ну, например, то же самое в медицине. То есть когда используются какие-то модели для какой-то диагностики медицинской, очень важно, чтобы модель была объяснима, чтобы всегда можно было понять, пощупать, из-за чего она приняла такое решение. То есть это такая еще один такая мотивация, почему вообще очень стоит уделить большое внимание линейным моделям. Окей? Отлично. Итак, наша формула продолжается. Evolution. Ну, как оценивать линейную модель? Ну, дальше понятно, что мы будем говорить именно о регрессии задачи, то есть линейная классификация будет на следующей лекции. Сегодня мы будем говорить именно о регрессии. То есть регрессия, то есть у нас целевая переменная, это какое-то число, например, выручка ресторана за следующий год. Итак, мы опять-таки будем этот функционал, точнее, переписываем этот функционал, и давайте я напомню вам, какие бывают функции потерь для регрессии. То есть самая простая, самая популярная, это кодотичная, и тогда функционал называется mse. Mean Squared Error. Итак, это просто предсказание минус таргет в квадрате. Абсолютная Mean Average Error — это модуль отклонения между предсказанием и таргетом. Мы на прошлой лекции с вами обсудили, что эта штука дифференцируема, поэтому она этим хороша, но эта штука менее подвержена выбросам. И иногда я использую ее, хоть она и не дифференцируема. Дальше, логарифмическая функция потерь, которая то же самое, что mse, только мы берем логарифм от предсказания и логарифм от целевой переменной. Ну и абсолютно процентный, где мы нормируем на значение целевой переменной. Окей. То есть какой алгоритм? Берем, выбираем функцию потерь. И как выбрать функцию потерь, опять-таки, к задаче. То есть если вам важно, чтобы ваш прогноз, так сказать, штрафовался в процентном соотношении, да, то вы берете абсолютно процентную. Если в логарифмическом, вы берете такую. Тут от заказчика. То есть если вам говорят, сделай модель, которая бы лучше всего прижала кодортично, то вы берете эту функцию потерь. Понятно. Берем функцию потерь, вставляем сюда, и получаем уже функционал эмпирического риска. Конкретно для вашей функции потерь. Окей. Вопросы? Это же странно. Итак, ну вот переходим плавно к самой, как бы, волнующей части, потому что, ну, representation мы просто, по сути, написали уравнение, как выглядит, параметризовали наше семейство алгоритмов A. Дальше мы evaluation, ну, выбрали какую-то функцию потерь. Кажется, как бы, у него очень сложно было. Собедали просто, ну, тыкнули, какую захотели, такую получили. Теперь самый, как бы, кругольный вопрос сегодняшней лекции. Вот optimization. Вот у нас задача. Вот я уже вставил место, конкретный вид нашего функционала, то есть как скалярное произведение, конкретный вид нашей функции A, как скалярное произведение объекта на W. И вопрос. Нам нужно найти V-созвездочку, то есть оптимальное V. V, который удовлетворяет арг-минимум этого функционала. Вопрос, коллеги, как вы думаете, вот как вот нам это сделать? У нас? Да, вот вы видите, прям зрите в корень. Тут вообще нет ничего, что вообще выходит за курсы модоанализа, фонга, или теории оптимизации. Надеюсь, что что-нибудь из этого у вас уже было. То есть здесь вообще это просто функция, там, D-переменных, где D-число признаков. Вот больше ничего. То есть какие мы с вами знаем вообще, как можно такие вещи делать? Так. Так. Потрясающе, видите, вы, наверное, уже со старших курсов. Итак, это необходимые условия минимума. Градиент равен нулю. А достаточные условия минимума? Нет, для функции D-переменных. Давайте конец. Ну, почти, но нет. Вот. Короче, не гигиан, гисян. Гисян, это сложнее. Давайте через производный, пожалуйста. А то мы не будем сейчас оптимизировать в тройке. Смотрите, достаточно условия минимума, это, ну, то есть градиент ноль в точке плюс матрица Гесса положительно определена. Ну, если максимума, наоборот, относительно определена. То есть это первый, как бы, наш пункт. Давайте просто возьмем и сделаем так. Почитаем производный, и все у нас будет хорошо. Как вам план? Ну, для этого нужно немножко преобразовать эту штуку, потому что в таком виде очень неудобно будет сейчас производный. Вот, очень неудобно. А в матричном виде это как бы милое дело. Итак, во-первых, мы берем MSE. MSE — это одно из немногих вариантов, один из немногих функционалов качества для линейной регрессии, когда такой трюк в виде точного решения можно сделать. Не всегда, не для всех функций вы можете найти точное решение. Но для MSE так звезды сложились, что можете. Итак, коллеги, функционал эмпирического риска. Сумма по всем объектам, измельчающей выборки, скалярное произведение объекта на веса минус таргет в квадрате. Давайте его перепишем удобным, что можно потом матричью дифференцировать. Смотрите, вот очевидно, что вот эта сумма квадратов — это какая-то евклидовая норма, какого-то вектора. Ну, очевидно. Если евклидовая норма, это есть сумма квадратов. Ну, вот я переписал евклидовую норму в квадрате, потому что евклидовая норма корень, а тут я взял квадрат. Тут никакой… Все честно. Без мукулежа. 1 на n я оставил. Теперь наша задача — найти вот этот вектор, который стоит здесь. У этого вектора каждое компонентное — это предсказание вашей модели минус целевая переменная. Но очевидно, что если бы хотя бы это матрично записать, то вот эту часть целевой переменной мы просто можем вынести в столбец. То есть y — это вектор ответов размера n. Вот я его просто вынес как не y и d, а как весь y. Теперь как понять, как сделать вектор предсказаний? Ну, тут несложно догадаться, что это просто можно сделать через матричное произведение. Вот возьмем матричную x, которая размера количества объектов, получающих выборки, на число признаков. То есть что будет, если я умножу матричную x на вектор весов? Ну, по правилам линейной алгебры. Я беру строчку, то есть один объект, и все фичи умножаю на вектор весов. И это будет именно вот эта штука. То есть вообще никакого мухляжа. Я просто взял и эту штуку переписал через матричную x. Еще раз, каждый элемент вот этот — это будет вот эта строчка умножить на вектор. То есть как раз и есть матричное произведение. А вот он, я отниму весь вектор y. И таким образом вот эта штука, она полностью квалифицирована вот этой штуки. Какие-то есть вопросы? Такое вот хитрое преобразование, но, как бы сказать, тут ничего сложного нет. Коллеги, давайте еще раз. Кому непонятно? Ну вот, смотри, еще раз, рисунок. Как выглядит матричная x? Это количество объектов на число признаков. Все, вот это весь рисунок. Просто я нарисовал, как бы, и все. Ну, чтобы как бы визуально выяснить, как она выглядит. Вот. И матричная y. Вектор y. Коллеги, такое произведение нам понятно? Если да, то дальше дело плевое, как берем, дифференцируем. Отлично. Если кто не понял, я прошу вас подойти к концу лекции, мы это еще раз обсудим. Ну все, дело за малым. Так, здесь вообще не стоит ничего бояться, потому что это просто вектор дифференцирования. То есть, скорее всего, вы можете быть незнакомыми с вектором дифференцированием, но сейчас мы с вами с этим разберемся. Итак, коллеги. Коллеги, если что-то непонятно, давайте спросим. Коллеги. Просто кто-то говорит, докажет, кому-то непонятно. Все, окей, отлично. Итак, берем наш функционал, который мы уже переписали, и просто распишем квадрат через, собственно, произведение самого на себя. Только в матричном виде нужно будет транспланировать, естественно, чтобы сойти с размерностями. Так, переписали функционал через произведение, а дальше просто нужно взять два правила объекта на дифференцирование. То есть нам нужно посчитать градиент, ну, то есть два правила, которые нам помогут просто найти этот градиент. То есть что взять градиент от такой функции, от скайерного произведения vt на c, что то же самое ct на v, это просто c. То есть если мы берем градиент от такой линейной комбинации, это просто константно. Вы даже можете легко доказать, просто, ну, взяв, типа, взяв координаты, взять там, типа, это v1 на c1, v2 на c2, v3 на c3. Когда возьмете градиент, останется только c1, c2, c3. Это ок. Ну, и более сложное, что тоже можно легко показать на координатах, это градиент от такой формы, vt, c, v. Несложно показать, что это просто c плюс ct, v, где, ну, понятно, c на квадратное. Слушайте, берем вот эти две формы как аксиомы, их можно взять как учебника по дифференцированию, и дальше просто начинаем в тупую вот это дифференцировать. Вот вообще без какой-либо идеи. Нам нужно найти градиент по w, приравнять его к нулю. Идем. Просто взял и разложил вот эту штуку на произведение. Итак, x на v транспонированное. Что это такое? Очевидно, что это вам нужно от каждого элемента транспонировать, а их вмять местами. Такое базовое правило ленингалгебра. Итак, это будет vt, x транспонированное. Тут как бы… Еще не могу, я просто переписываю. Я вас пока еще не делаю, я просто перемножаю, коллеги. Раскрываю скобки, да, я просто раскрываю скобки. Еще раз, коллеги. x на v транспонированное. vt, v транспонированное, x транспонированное. Умножишь на xv, переписал. Дальше делаем то же самое, v транспонированное, x транспонированное на y уже с минусом. Окей. Дальше минус y транспонированное на xv. Окей. И плюс y транспонированное на y. Видите, вот просто взял и раскрыл скобки в этом произведении. Без дураков. Отлично. Теперь что мы можем сделать? Нам нужно, используя два правила, получить ответ. Очень просто. Смотрите, во-первых, внимательный слушатель заметит, что y, t, y не зависит от w. Это выкидываем. Итак, тут есть два члена, которые очень похожи. Это вот этот и вот этот. К ним легко применяется правило номер один. Видите, вот это, w транспонированное, x транспонированное y, это, собственно, вот это и есть. То есть c это x, t транспонированное y. Итак, вот эта штука, это просто минус x, y. Раз. Второе. Видите, что это очень похоже на c транспонированное w. Только здесь не c транспонированное, а вот эта штука. То есть искомое c у нас, это транспонированная версия вот этого. То есть как раз тоже x транспонированное y. Два. Коллеги, поняли? Два члена. Все честно, вообще, как бы, я честно взял это, сам выводил. Итак, и третий вариант, это четвертое слагаемое, это вот этот член. Видите, он очень похож на этот. Да, то есть это w транспонированное ct, cv. То есть c в нашем случае это что будет? Это x, t, x. То есть нам нужно взять его и транспонировать. Ну, понятно, что это будет то же самое. x, t, x транспонированное, это тоже x, t, x. Это я записал. Окей? Коллеги, давайте, вопросы есть какие-нибудь по образованиям? Что? Что мы потеряли? Одну n, а, одну бессмысль, понимаете, это градиент. Мы приравним градиент к нулю. То есть я просто на него задел сразу же. Это была сознательная ошибка. Окей, коллеги. То есть вы можете одном это проделать, просто по этим правилам, и увидите, что тут никакой общак нет. Вот если я был бы хорошим преподавателем, я бы взял досочку и все бы это сделал. Так как я очень плохо пишу и очень много ошибаюсь, я считерил и просто писал это на слайде. То есть я считаю, что плохому преподавателю это как бы позволено так считерить. Окей, итак, мы расписали вот этот градиент, просто по правилам вектора дифференцирования, и дальше привели общеслагаемое. Здесь двойку слопнули, и здесь двойку слопнули. Дальше что мы делаем? v, это будет просто, то есть двойки сокращаются, естественно, образом. v, это будет x, t, x минус первое на x, t, y. То есть мы взяли обратную матрицу от этой штуки и умножили на эту штуку. Получили w. Коллеги, вот это и есть точное решение линейной регрессии. x транспонировано x на минус первый, x транспонировано y. Да, да. Друзья, я очень вас прошу простить меня, что я это не вывалил на доске, и за это я вам рекомендую дома повторить за мной, чтобы проиграть, что я вас нигде не обманул. Окей. И еще вам домашнее задание, которое вы будете, возможно, делать в домашней работе номер 2, если я это включу, это показать, что это действительно минимум. Как это показать, мы с вами уже обсудили. Что нужно сделать? Нужно включать матрицу Гесса. Матрица Гесса — это как бы градиент от градиента. То есть тут сразу понять, что это будет. Это будет просто x транспонировано x, потому что у вас вот это уйдет. Это от дубленного не зависит. И вам нужно будет показать, что матрица x транспонировано x, она положительно определена. Окей. Коллеги, идем дальше? Или еще обсуждаем вывод формулы точного решения для лейной агрессии. Окей. Давайте я подумал одну простую вещь. Подумаем об одной простой вещи. Смотрите, вот кажется, что все, как бы, конец. То есть я должен закончить лекцию, сказать, вот, правильный ответ, либо год-другой алгоритм, как бы. Ну, типа, вот, мы взяли функционал, расписали его честно. Как вы понимаете, на самом деле, функционал — это выпуклый, поэтому, скорее всего, это минимум, вы можете тоже так сказать. И сказать, что все, вот ответ, это минимум. Ну, все, как бы, конец. В чем проблема такого подхода? Давайте обсудим. Она идеально подгоняется. Да, окей, это проблема, но, смотрите, еще раз. То, что она идеально подгоняется, это, как бы, вы так и хотели. Вы им ставили функционал и говорите, хочу найти минимум. Потом говорите, я нашел минимум, и мне не нравится, потому что он, как бы, его минимизирует. То есть ему надо еще что-то сделать. Да, да, то есть давайте обсудим с точки зрения этого функционала конкретного. То есть мы взяли этот функционал конкретный, мы хотим его минимизировать и нашли точное решение. Но все равно этот вариант не всегда оптимален. Вот, вот, видите, вот вы прям зрите в корень, опять-таки. Недостатки. Первый, ну, это, как бы, третий вариант, который, третий пункт. Значит, матрица X, T, X может быть плохо обусловленной или вообще необратимой, в принципе. Когда такое может быть? Такое может быть, если у вас есть в матрице X, в исходной матрице, линейно-зависимые признаки. Почему это так? Потому что, ну, линейная алгебра, как бы, ранг такой матрицы, это ранг такой же матрицы. Если у вас есть линейно-зависимые признаки, значит, ранг этой штуки уже меньше, как минимум, на яичку, а при ее 0, вы не обращаете матрицу. Конец. То есть, это проблема. То есть, если у вас признаки линейно-зависимы, матрица может быть необратима. Это раз. Еще два. Это, очевидно, у вас не универсальный метод. То есть, мы тут с вами занимаемся, как бы, таким искусственным интеллектом, и не очень хочется, чтобы у нас, как бы, решение зависело только от того, какую функцию потерять использовать. То есть, мы хотим какой-то универсальный общий метод для любой-любой задачки. То есть, нам не нравится, что этот метод не общий, он не универсален. И второй пункт. Обращение матрицы – это очень дорогая операция. Вот эта штука, вот обращение матрицы – это вот в самом таком наивном варианте, в наивном варианте реализации – это кубическая сложность. Это как бы очень дорого. И из-за этого точные решения применяют редко. Редко. Только для очень маленьких данных, скорее всего. То есть, это как бы хорошо, что оно есть, но на практике обычно его не используют. МСЕ, ну вот, мы с нее начали вот. МСЕ. То есть, классичная. Ага, отлично. Так вот, для МСЕ, да, это выводится аналитически. Коллеги, понятно, в чем проблема точного решения? Итак, нам не нравится точное решение по тем пунктам, которые я вам описал. Давайте теперь думать о общем подходе, о таком общем пайплайне для нахождения такого минимума. Общий подход – это, так называемый, итеративный метод оптимизации. То есть, вы о них, наверное, слышали. То есть, как они работают? Мы берем какое-то нулевое приближение, V0, а потом по какому-то правилу находим следующее приближение, там, V1, которое получается из V0. Потом следующее, 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 и так пока не сойдемся. Это, так называемые, итеративные методы. Ну, во-первых, вы можете, как вы можете этот минимум найти? Ну, очевидно, что вы можете, например, просто перебрать все варианты W. Если у вас очень много времени, вы берете какую-то машинную точность, и как бы вперед. Можно использовать разные методы, там, не знаю, золотого сечения, если вы знаете, там, из курса оптимизации, там, метод парабол, есть там, имитация лоджика, то есть много-много чего. В принципе, вас здесь никто не ограничивает. То есть, какой метод вы знаете, какой будет хорош ваша задача, тот используйте. Есть методы первого порядка. То есть, нулевого порядка — это методы, которые вообще, которым не нужна производная. Они могут применяться, например, если функция потерь не дифференцируема. Первого порядка — это методы, где нужна производная. То есть, они уже требуют, чтобы ваша функция потерь была дифференцируема. Это всякие градиентные спуски, методы сопряженных градиентов, ну, там, и так далее. И второго порядка — это, собственно, нетонанские методы. Они уже требуют у вас гисяна от функции. Коллеги, может, чуть потише, мне тяжело. Спасибо. Итак, нулевой порядок не требует производной. Первый порядок требует производной. Второй порядок требует гисяна. В курсе мы разбираем только градиентный спуск. Вот такой самый популярный, самый широко применяемый метод, с которым вы, скорее всего, становитесь на практике. Надеюсь, вы уже с ним сталкивались в курсе по математике. Итак, градиентный спуск. Во-первых, нужно вспомнить, что градиент показывает направление наискорейшего возрастания функции. Это следует напрямую из определения производного направления. То есть, производное направление — это, естественно, там… В общем, вы, наверное, помните, что производное направление, поэтому я не буду вам напоминать. Итак. Градиент показывает наибольшее возрастание, значит, антиградиент — наибольшее убывание. Значит, какое такое базовое правило? Будем идти в сторону антиградиента с каким-то весом. Окей? Итак. Хотим найти минимум какой-то функции многопеременных. Итак. Мы выбираем какую-то длину шага А0 и какое-то начальное приближение В0. Да, то есть, такое начальные параметры нашего градиентного спуска. Итак. Говорим, что следующие параметры, а я напоминаю, что метод итеративный, он итеративно перестраивает вашу оценку на параметры W. Это старые параметры минус длину шага на градиент от вашего функционала Q в точке where old, то есть в точке старых параметров. И дальше вы можете пересчитать длину шага. И дальше повторять до сходимости. Тут только зациклись. То есть вы каждый раз уедете в сторону антиградиента и изменяете длину шага. Как можно менять длину шага? Можно взять как бы такой базовый вариант для, ну, какого первого пробу пера, это просто константную. То есть взять альфа, который вообще не зависит от итерации. То есть всегда идти в сторону антиградиента с каким-то константным шагом. Окей. Второй вариант. Такая, дальше пошли в эвристики. То есть такая базовая эвристика нужно длину шага уменьшать с тем, как вы итерируете по нему. То есть потому что вы можете перескакивать через минимум. Вот просто представьте себе, что у вас, вы находитесь очень близко к минимуму, и дальше вы делаете с очень большим шагом спуск. Тогда вы можете просто перескочить через минимум. Поэтому такое базовое правило, эвристическое, стоит с каждой итерацией как-то альфа менять. Ну, как менять? Например, просто делить на номер итерации или делить на квадрат. Здесь как бы есть разные варианты, но все они как бы сводятся к такой базовому принципу. Чем больше k, тем делай меньше альфа. Коллеги, это понятно. И теперь финальный вопрос. Что такое досходимости? Вот как понять, что как бы хватит довольно? Норма разности. Да, да. То есть первый вариант, например, норма разности. То есть вы пересчитываете все время q и смотрите, что после какой-то итерации он просто не меняется. То есть вы очень-очень близко к минимуму, и в принципе дальше можно не идти. То есть вы уже почти у него. Ну или, например, норму разности между vold и vnew. То есть вы смотрите, что вы сделали шаг, и веса практически не изменились. Да, то есть как бы хватит. Вы уже никуда не идете, вам стоит остановиться. Это вариант такой базовый. Более продвинутый вариант – это использовать q, но на валидации. То есть что происходит, как вы, Вера, заметили, что вы настраивались определенно на train. И может быть так, что вы начинаете переобучаться. Мы с вами много говорили о переобучении, и переобучение может и здесь тоже возникать. Когда вы будете очень сильно подгоняться под вашу train выборку, вот каждая итерация – это, по сути, подгон. Вы все сильнее и сильнее его оптимизируете. Вы все глубже и глубже спускаете, как бы, и все меньшее значение q. И может быть так, что после какой-то итерации вы начинаете переобучаться. То есть вы уже находите какие-то закономерности, которые на общей генеральной совокупности нет. Вы подтюнетесь под q train. Поэтому вам стоит читать q на валидации. То есть на какой-то отложенной выборке, и как только вы увидите, что q начинает расти, типа, хватит, все, довольно, я уже правильно соптимизировался, больше мне не надо. Коллеги, это понятно? Отлично. То есть вариант А – просто по норме от того, как сильно стали меняться параметры. Если они не меняются, мы заканчиваем. Или контролируем переобучение, смотрим качество на эволюционной выборке. Отлично? Отлично. Я… да, еще одна ремарка. Вот классический градиентный спуск тоже не очень часто применяется, как и точное решение. Чаще применяется стахастическая оптимизация, которая будет посвящена такой дальнейший кусок материала. Давайте посмотрим на… То есть заиспользуем как-то тот факт, что наши функционалы, вот качество функционального физического риска, он устроен как бы не абы как, вот как мы вначале говорили. У нас есть функция какая-то q, и будем ее как-нибудь оптимизировать, вот как угодно. Вот любыми методами оптимизации, которые мы знаем. Но стоит на нее посмотреть внимательнее. Вот как она выглядит. То есть функция q, вообще говоря, от v, это сумма каких-то многих-многих-многих функций. Вот просто как бы сумма усредненная. То есть мы можем этот градиент, когда мы будем делать градиент по w, занести за значок суммы. То есть это ряд конечный, поэтому я всегда могу занести градиент. Понятно, да? То есть у нас градиент нашей оптимизированной функции q это как бы средний градиент от всех l, где l берется по разным точкам обучающей выборке. То есть мы берем градиенты по каждой точке, обновим их усредняем, и это общий градиент. Видите, да, что это как бы какая-то особая композиция. Это не похоже на какую-то вот любую другую функцию. И здесь можно применить некий трюк, который поможет сильно-сильно облегчить нам с вами жизнь. Да? Заметили? А почему мы глобально минимум не делаем? Смотрите, если... Очень хороший вопрос. Он немножко меня опережает. Смотрите, вот в случае MSE мы найдем глобальный минимум, потому что мы посчитаем матрицу Гесса и посмотрим, что она действительно удовлетворяет достаточному условию минимум, да? Да, да, очень верно. Да, вот. Для неких функционалов типа MSE, знаете, глобальный минимум, что функция выпукла. У меня как бы нет другого минимума. Если функция не выпукла, если там очень много разных перешейков, понимаете, да, разных там, горочек, там, ложбинок, там, и что еще у них бывает, то вы просто сойдетесь к той ложбинке, к той, как бы, выпуклости, да, то есть ложбинка, если вы ищете минимум, которая просто ближайшая к вашему начальному приближению. То есть здесь, когда вы используете градиентный метод, мы просто находим ближайший минимум. Он будет не глобальным. Это нормально. И какая есть такой лайфхак? Лайфхак из практики. Хорошая практика — это запустить градиентный спуск из нескольких начальных приближений, а потом найти лучший. Он сойдется к разным точкам, скорее всего, и, возможно, от того, как случайно вы выберете начальное приближение, вы найдете более хорошую точку минимума. Она будет все равно локальна, локальна, скорее всего, но она будет как бы, ну, она будет просто лучше по функционалу. Как выглядит страховщиковая активизация? В чем здесь главный фокус? Я вам говорю, что мы будем идти не в сторону точного градиента, а в его оценку. Я буду брать случайный объект, например, считать на нем функцию потерь, L, считать на него градиент и сразу идти в эту сторону. Я не буду усреднять по всем объектам, учащим выборки. Я возьму какой-то маленький бач, то есть, например, 3, 2, 1 объект, возьму случайно эти объекты из выборки и посчитаю градиент только по ним. Это понятно, да? То есть я случайно выбрал n мало объектов, n мало меньше, чем n большое, и считаю градиент нечестный, как бы, как, как говорит нам, как бы, математика. А вот так вот, как бы, как бы сказать, как там Сойер, короче. Вот, типа, взял, сколько случайно получилось, столько и взял, и просто усредил и градиенты, а потом сделал шаг. Ну и то же самое, то есть повторяем на сходимости. Главная фишка в чем? Что я не бегу для каждого шага по всей выборке, а беру случайные объекты, считаю у них градиенты и их усредняю, а не усредняю все объекты, обучающие выборки. Остальное все то же самое. То есть альфа также выбираем, можем брать константа, но лучше уменьшать по тем самым причинам. И так же сходимость, как считаю. Можем считать сходимость через q, а мощность сходимость через изменение весов. И то же самое верно про переобучение. Вы все равно можете переобучиться. Итак, такое определение. Когда мы проходим всю выборку таким образом, то есть случайно, говорят, что мы прошли всю эпоху. То есть одна эпоха стахотического спуска, это когда мы прошли все объекты, перебрали случайно. То есть как это происходит на практике? Да, ну смотри, в общей формировке да. Давайте как на практике. На практике. Вы берете огромный файлик, делаете ему cut, то есть по слову, как бы, переправить на std out, и идете просто по строчкам, по очереди. То есть берете первые три строчки, например, если n мало 3, считаете градиент, забываете про них, делаете обновление весов. Следующие три строчки. Вы просто как бы итерируетесь по файлику, который заранее случайно перемешан. Вы не делаете такое сэмплирование сложное. Понятно, да, момент? Подождите, я думал, мы G1G выбираем случайно. Да, случайно. Ну вы как бы можете случайно как бы просто перешафлить файлик изначально. Ну понимаете. То есть перешафлить датасет, просто экстрейн, и просто примутироваться. Но это будет то же самое, что вы будете случайно выбирать каждый раз. Понятно, да? То есть мы таким образом один файлик в итоге пройдем, один датасет. Это будет одна эпоха. Дальше может быть следующая эпоха. То есть снова вы снова все объекты перебираете, случайно. Третья эпоха, четвертая, пятая и так далее. И так пока, например, Q не перестанет меняться, или пока у вас не будет переобучения. Ну и формальное определение. Значит, если N мало, это большое, то мы берем все объекты из обучающей выборки, и это просто градиент спуска. Вот честно, абсолютно точно такой же. Если N равно 1, то это так называемый стахастический градиент спуска. Дальше мы будем обозначать SGD. А если N больше единицы, но меньше N, то это так называемый мини-батч гардиальный спуск. То есть, смотрите, вот это, это совсем точная итерация, это совсем не точная, но очень быстрая. То есть вам нужно просто один объект посчитать для итерации. А здесь, ну, усреднение, понимаете, то есть не вся выборка, но и не один объект. То есть это, так сказать, менее быстро, чем SGD, но более точно, чем SGD. Понятно, да? Это такое усреднение первого-второго варианта. Коллеги, давайте обсудим вот эту стахастическую оптимизацию. Вот понятен ли вам алгоритм стахастического градиент спуска? То есть 3N равно 1, это мы как бы идем, мы смотрим только срезы функции по одному. координате? Нет, 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 по одному объекту. Еще раз, по одному объекту, это объекты. Вы, еще раз, вы берете случайный объект x, y, считаете на градиент функции потери на нем и все. Это в смысле, что у нас 3N равно 1, просто там сумма запутана. Да, 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 да. А, ну, 3N равно 2 будет сумма по 2, и усреднение по 2. Да, то есть. А, в принципе, вот по вашу свагу вы акцентировали на том, что вот у нас функция потерь в общем не долинейна, поэтому нужно дать им эту сумму. Нет, да, да, да. Как это творится? Где это, вот здесь у вас? Смотрите, еще раз, вот здесь, вот видите, вот здесь. Вот я просто взял и вот, ну, вот я, если бы не было суммы, я не мог брать случайно и усреднять. Понимаете? Ну вот, у вас выглядит так. Поэтому я могу взять N, не N большое, а N маленькое, и усредить по N маленькому. Вот именно здесь, как бы, как только я делаю вот это, я это им явно не использую. То есть я беру для каждого, для каждого объекта его собственный, как бы, градиент на нем, а потом их усредняю. Понимаете? То есть мы так, таким образом, зачем вообще это нужно, как вы думаете? Вот зачем? Да, да. Это очень ускоряет ваш алгоритм. Вот на практике вы работаете там с миллиардами данных. Ну, буквально там терабайт, там миллиарды объектов, все такое. И просто очень долго проходить каждый раз по всей выборке. Просто нереально долго. Вы просто, ну, этот алгоритм делали бы тысячу лет. А тут вы делаете каждый шаг используя один алгоритм, один объект точнее. Один объект. Этот алгоритм позволяет просто намного быстрее сходиться. Коллеги, есть вопросы по градиентному спуску, стокастическому градиентному спуску? Давайте обсудим. Да, 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 да. Это вот именно они. Жен, да. Это именно они. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Если нет, то мы идем к этой картинке. Коллеги, чуть-чуть потише, пожалуйста. Коллеги, так. Итак, вот, скорость сходимости. Давайте ее пока определим так. Вот как выглядит график зависимости логарифма ошибки невязки, да? То есть, невязка, например, это правильные v минус те, которые вы посчитали, или там, минимальный q минус тот, который вы посчитали. невязка. Логарифм невязки от итерации. Вот разделяют несколько классов таких сходимости, например, говорят, линейная скорость сходимости. Это когда у вас график логарифма невязки от итерации выглядит линейно, вот так падает. Вот можно показать, что градиентный спуск имеет линейную скорость сходимости при некоторых условиях. Там есть теорема, которая говорит там при каких-то ограничениях градиентный спуск линейно сходится. Стохастический градиентный спуск имеет сублинейную скорость сходимости, то есть хуже, чем линейную, то он выглядит вот так. Так сходится. Он скажет, что хуже и хуже сходится, что все медленнее и медленнее. Ну и более мощные методы, методы второго порядка и так далее, имеют скорость квадратичную. График будет выглядеть так. То есть с точки зрения математики, с точки зрения сходимости, градиентный спуск сходится быстрее. Видите, противоречие. Я сказал раньше, типа, лучше сахаристическим шумом быстрее, а тут градиентный. У вас будет какой-то конфликт в душе. Тут конфликта нет. Да, то есть с точки зрения итерации, он сходится быстрее. Но пока вы сделаете тут три итерации, здесь вы делаете 100-500 уже. Понимаете? То есть вы как бы, здесь станет точнее каждый шаг, но вы тут числом давите просто, чтобы много-много-много-много и сделали. То есть пока он только разгоняется, вы уже уехали-уехали, уже закончили работу, выпили кофе. А он только идет. Понятно, да? То есть тут, еще раз, математически правильно использовать градиентный спуск. На практике стахастический. Да, это количество итераций. То есть у вас итерации, по итерации сходятся быстрее, но у вас здесь все время их будет больше. Потому что у вас здесь итерации за n объектов, а здесь, например, за 1. Сейчас, надо сказать еще раз, что вам просто стахастический лучше чем-то. Что он быстрее. Еще раз, еще раз, знаете. Каждая итерация здесь быстрее. Одна. Но пока вы сделаете здесь одну, тут вы сделаете тысячу. Потому что здесь одна итерация стоит очень много по времени, а тут одна итерация стоит дешево. Коллеги, понятно? То есть математически градиентный спуск лучше, но на практике быстрее работает стахастический. Окей? Да, вопрос. Ранее я понимаю, что стахастический будет тем ближе к градиентам по сравнению с тем больше он веном. Да, ну вот как бы вы прям в корень взгляните, потому что именно в этом есть формула. Чем больше вы усредняете, тем точнее эта штука будет к реальному значению градиента. То есть чем больше вы берете размер бача n малая, тем больше вы приближаете к тому направлению, которое правильно указывает градиент. Но при этом тем дольше вы будете считать этот градиент. Да, да, это тоже подача, но она такая чисто евреалистическая. Она обычно ее выбирает исходя из вашей задачи. То есть если у вас, например, очень много данных, то лучше использовать, например, стахастический спуск, просто потому что, чтобы не очень долго считать. То есть это такие вот. Обычно вот эти n не подбирают так тщательно, как, например, какой-нибудь там параметр, там, K, например, для методических алгоритмов. Здесь обычно он выбирается, исходя из, как бы, вот ваших мощностей, ваших данных и так далее. Коллеги, понятно? Еще есть вопросы по стахастической оптимизации. Друзья, давайте. Чем активнее вы будете, тем умнее вы будете. Такое, базовое правило. Да, да, если у вас бесконечно много времени, вы можете, ну, то есть самый честный вариант, да, это идти вот так. Еще раз? Да, метод нитона можете попробовать. Да, да, да. Вспоминайте, да? Но на практике метод нитона редко применяют, потому что там нужна, как бы, ну, да, нужна вторая. Окей, идем дальше. Пример. Пример. Вот наш MSE, которого мы разбирали для точного решения. Вот честно переписал. Вот его, ну, я взял двоечку, как понимать, чтобы дифференцировать, можно было сокращать. Как бы, я вас не обманываю нигде. Просто я упростил себе жизнь. Итак, вот его функция потерь L. Вот это то, что стоит с плачком суммирования. Это 1, вторая, x на v минус y в квадрате. Ну, давайте в своем месте возьмем градиент по W. Итак, двоечка идет вперед, сокращается и вылезает x и, потому что это склеиваем произведение. Это то правило, о котором мы говорили о объектном дифференцировании. Если я дифференцирую как бы константу на v, константа вылезает. Понятно, да? Это то правило первое, о котором мы обсуждали, когда выводили точное решение. Вот его, вот градиент одного объекта, по сути. Теперь делаем, сначала давайте сделаем градиентный спуск, кстати, стокастический градиентный спуск. То есть как выглядит? Мы говорим, что новая веса, это старая веса минус альфа, да, шаг на градиент. Вот я его переписал, сюда поставил. Где i, берем случайно. Давайте еще раз. Вот так выглядит формула обновления весов для SGD. Вот смотрите, вот чисто смотрите внимательно. Вот выглядит прям вот супер логично. То есть это типа ваша ошибка, это ваше предсказание на старом шаге, минус целевая переменная объекта x растянута на фичи. Понятно, да? То есть это ваша ошибка растянута на ваши признаки. То есть у того объекта, который признак больше, изменение весов будет больше. То есть эта штука не зависит от весов, а это зависит. Понятно, да? То есть сложность предсказания. Очевидно, что она линейная по числу признаков. То есть вам нужно посчитать, что эта штука на склярном произведении считается за линию, просто по координатам. Сложность обучения одного шага. То есть сложность одного шага тоже линейная. То есть вам нужно взять, посчитать штуку и обновить веса. Еще раз. Предсказания. У нас для линейной регрессии это линия. Считаем склярное произведение. Обучение тоже линия, потому что здесь ничего нет, кроме этого одного склярного произведения. Понятно, да? То есть мы делаем каждую итерацию за линию по числу весов. По линию по числу фичей. Теперь смотрим здесь. Градиентный спуск. Вот все то же самое, что здесь, только я вот эти все штуки должен усреднить. Тут еще один найн нужно поделить. Вот это я ошибся, извините, пожалуйста. Здесь поделить на 1 на n. Вот это такая же формула, но гардиентный спуска. Тут уже предсказание такое же по сложности. Вам все равно для предсказания линейной регрессии нужно просто перемножить веса на x. Но обучение уже не за линию, а за o от n на d. Вам нужно перебрать n раз, d, ну как бы, d раз посчитать для каждого объекта. Понятно? То есть вы по сути здесь вот в n раз быстрее делаете одну, в одну итерацию. То есть чем больше у вас объектов, тем, тем более быстро будет работать статистический спуск. Если объектов мало, да, то вы сами можете просто вот сделать градиентный спуск и забыть про это. Понятно? То есть это простой выпад в формулу, чтобы вам проиллюстрировать, как работает вот sgd и градиентный спуск. Коллеги, есть вопросы? Предсказание это вычисление на o от d или? Нет, предсказание на тесте уже. То есть когда o с уже обучены веса, как сделать предсказание? Ну, взять x на v. То есть линейная модель работает все время за o от d для одного объекта. То есть это сильно быстрее, чем для каинона. Да. А как понять, элементов мало или много? То есть есть какие-то специальные? Смотрите, вот вот с каждой задачей вы будете выполнять все лучше и лучше. То есть такого элементов мало или много, ну, как вам сказать? Вот я вам могу сказать вот то, такой базовый принцип такой. Если у вас они влезают в пиотиную память, их мало. Если не влезает, их много. Такое вот универсальное решение, ну, на мой взгляд. Если у вас на диск не влезает, у вас очень много примеров. Ну, такое тоже бывает, как бы. Коллеги, еще вопросы есть? Нет, вот это следующий слайд. Почему из ГД сходится? Да, видите? Вот кажется, дать какую-то математику, да, кажется, какой-то бред. Вот чисто вот визуально, да? У вас есть функция, которая является суммой каких-то функций. Мы берем случайную, да, и по ней идем. Да, то есть кажется, выглядит довольно по-идиотски. У вас есть какая-то сумма, мы забиваем, что там сумма, берем один объект и считаем только по нему. Почему вообще такая вот глупость должна работать? Это такой кругольный момент. Нигде ли я вас не обманул? То есть смотрите, можно показать, я сейчас покажу, что оценка градиента для стахастического градиента спуска, она не смещена. Что значит не смещена? Значит, мы от ожидания такой стахастической оценки минус сама, минус сам градиент, он ноль. То есть в ожидании не смещено относительно самой величины. Как это может показать? Ну вот смотрите, очевидно, что вот этот ваш градиент по W от L это какая-то случайная величина, которая зависит от того, на какой объект вы попали. То есть у вас вот это G, оно выбирает случайно от 1 до n, поэтому само значение градиента, он тоже случайное. Какая-то случайная величина? Очевидно, что она дискретная, она принимает n значений, ну в смысле все, и все равновероятно. Ну, по-моему, все честно, да? Вот и случайная величина. То есть нам нужно доказать, что ее мат ожидания в точности равно градиенту. Ну очень просто. Как считается мат ожидания случайной величины, когда все исходы равновероятны и равны 1 на n? Ну вот так. И это и есть, собственно, градиент. То есть вот эта оценка, она не смещена от этого градиента. То есть в среднем, в среднем, делая такие шаги, вы все равно будете идти в сторону градиента. А вы же говорите, что у шагов маленькая сложность, но их очень много. Да, да. Ну в среднем они все равно идут в ту сторону. Вы, как бы, смотрите, они как бы... Да, вот это в среднем. Да, они глупые, но они в среднем дают правильное правильное. Они не идут в сторону как бы увеличения функции. Они в среднем идут в сторону уменьшения. В среднем. На каком объеме? Ну на объеме n. То есть вот в среднем, как бы если вы возьмете n раз, то у вас будет как бы в среднем такое же направление. Да, чем меньше у вас n, тем меньше вы будете ближе. Ну тем... Нет, еще раз. Чем меньше n, тем ваша оценка менее точная. Чем больше n, тем ваша оценка более точная. n малая. То есть число элементов в батче, что называется. Это вот мы обсуждали раньше. А, а я в том, что n большое, что? Не, n большое тут... Так, а в чем вопрос про все, чего быть? У вас вопрос... Если n большое маленькое, то будет быстрее спускать. Верно, лишь, что n большое маленькое. Будем сказать, быстрее. Так. Кажется, что да. Ну, вы хотите с чем еще? С таксистическим спуском? Да. Да, потому что у вас просто... Ну, а у вас объектов будет меньше, да, естественно, вы будете быстрее спускать. Не знаете, не знаете. То есть на другое повлияет. Это у нас менее точная модель. Ну, понятно, что у вас объектов мало, у вас будет менее точная модель. Но с точки зрения скорости вам перебрать как бы три объекта проще миллион. Тут как бы вопросов нет. Окей. Это понятно, да? То есть мы в среднем идем в правильную сторону, поэтому это не бред. Так, давайте тогда резюме. У нас осталось 10 слайдов, нужно их как-то пройти. Итак, резюме. Очень популярный алгоритм. Реально, на практике вы, скорее всего, с ним столкнетесь. Он быстро учится, особенно с технотическим спуском. Учится быстрее, чем как бы более как бы, ну, он учится, понятно, что медле, чем КНН, который просто запоминает все. Но все равно он учится очень быстро. Он предсказан сильно быстрее, чем метрические логаритмы. Он предсказан за линию по числу признаков. Он отлично интерпретируется. То есть лучше всего. Нет логаритма, который интерпретируется лучше, чем линейная модель. У вас там явно показаны как бы веса для каждого признака. Ну, понятно, что у вас хранится в памяти тоже легко. Это просто вам нужно хранить просто вектор из D чиселок. И все. И применяется тоже элементарно. Берете функцию потерь, дифференцируете, и отлично. Единственный, как бы, самый главный минус – это то, что он не способен учитывать нелинейные зависимости. То есть, например, если у вас в ресторане, например, у вас его выручка зависит от квадрата, например, выручки за прошлый год, вы это никогда не выучите с помощью линейной модели. Это понятно, да? Или, например, если у вас есть признак А и признак Б. Вот сами по себе они плохо работали для предсказания, но их произведение отлично работает. Вы тоже никогда не почувствуете с помощью линейной модели. Они как бы взаимодействие произведения фичей, например, оно не может никак выучить. То есть, все признаки она распространена просто независимо друг от друга. Это как бы самая большая проблема линейных моделей, и дальше мы будем с ней бороться. Мы разве не можем из линейных сделать? Ну, можете из линейных сделать нелинейные, да, это правда. Ну, господи, а что с... Ну, да, взять корень. Так, я просто говорю, что если у вас признаки, у вас зависимость Y от X нелинейна, вы с помощью линейной модели ее не выучите. Потому что линейная модель может выучить только линейные зависимости. То есть, подменить признаки можно? Да, да, вот мы дальше это обсудим. Что можно подменять признаки. Коллеги, окей? Поняли плюсы? Огромный минус. Работаем. Итак, во-первых, первое, что вас должно пугать, это категориальные признаки. Вот как-то так. То есть, как бы... Вот мы же не можем говорить, что, условно говоря, суши, как мы говорили раньше, больше, чем пицца. То есть, мы умножаем признак на вес, нам нужно, чтобы этот признак имел какую-то шкалу. Типа там, 10 много, там, 1 мало. Мы не можем категорию умножать на вес. Это просто противоречит здравому смыслу и противоречит вот этому условию линейной модели. Поэтому категориальные признаки давать как категорию нельзя. Потому что их абсолютное значение смысла никакого не имеет. Поэтому, так же, как мы обсуждали на прошлой лекции, мы их, а, кодируем. Это, например, может быть ванход кодирования. Мы превращаем категориальный признак в k-бинарных. Ну, например, у вас объект — это предложение. Его категориальный признак — это наличие… Например, объект — это предложение и признак, типа, там, первое слово. Вот, первое слово — предложение. Очевидно, что это категориальный признак, который принимает, там, k категории, где k — это число слов в русском языке, например. Как вот так его пихать в линейную модель, мы не можем. Но мы можем сделать так называемое one-hot преобразование. Мы его размножим на… Ой. На k. На k большое бинарных признаков. Да. На k большое бинарных признаков. Например, есть ли слово «мама» в этом объекте? Бинарный признак. Есть ли слово там такое-то в этом объекте? Итак, k штук. Сместо одного признака с k категориями у нас стало k бинарных признаков. Каждый из них бинарный. Отлично. И такие уже признаки можно подавать в модель. То есть здесь будет выучиться, типа, важность того, что слово «мама»… что слово «мама» есть в этом предложении. Понятно? Это уже будет нормально. То есть, например, если мы кодицируем, там, не знаю, там, спам, не спам, то вот у, например, слова, у признака, где говорит, есть ли слово бесплатно в предложении, должна быть большая важность. Потому что если слово «бесплатно» есть, скорее всего, это спам. Да? Это первый вариант. Второй вариант кодирования – это через целевую переменную, например, о чем я вам говорил в прошлой лекции. То есть мы заменяем… ставим вместо категориального признака, например, среднее значение по этой категории, или целевой переменной, или другого общественного признака. То есть если у нас была категория ресторана, мы заменяем на среднюю выручку данного ресторана. Среднюю выручку в данной категории для всех ресторанов. Что еще можно сделать, помимо кодирования для категориальных признаков? С вещественными признаками тоже проблемы. Нелинейность не учит. Вот как вы верно заметили, просто берем, если мы знаем, что у нас выручка зависит от квадрата, берем признак, выручка в квадрате. Такой базовый вариант – это просто взять все полиномы. Есть назначенные регрессии, мы точно не знаем, какая там зависимость квадратичная, кубичная и так далее. Есть в склерне специальный полином, векторайзер, по-моему, называется, я точно не помню. Он просто берет и для всех признаков делает полиномы. Первый степень, второй, третий и так далее. Это такой базовый подход, очень примитивный. Дальше что делать с взаимодействием признаками? Взаимодействием признаков. Когда у вас, например, плохо работает признак А и признак Б, но произведение работает хорошо. Такое может быть. Ну, просто берем и как признак вставляем произведение. Или, например, для бинарных признаков используем какие-то логические операции, например, типа А или Б, А и Б, и их вставляем тоже в признаки. Как это понятно? То есть если у нас есть какие-то зависимости, которые мы не можем учитывать лейной модели, мы просто берем и все эти зависимости пихаем в фичи. Нормализация. То, о чем мы с вами говорили в методе библиотеки соседа. Нужно признаки нормализовать. Там мы объясняли, потому что так логично ищать расстояние. Здесь тоже нужно нормализовать. Давайте объясню, почему. Потому что масштаб признаков важен для скорости исходимости методов. Сейчас я вам на картинке покажу, точнее, на примере. Вот у вас есть функция трех переменных. Это такое x минус 1 в квадрате плюс y минус 1 в квадрате плюс z минус 1 в квадрате. Очевидно, у него минимум в точке 1, 1, 1. Делаем градиентный спуск. Стартуем из точки 0, 0, 0, шагом 0, 5. Вот наша точка 0, 0, минус шаг умножить на градиент. Градиент двоечка вносим, двоечка выносим, двоечка выносим. В точке 0 это минус 1. То есть двоечка на минус 1 это минус 2. То есть у него в точке 0, 0, 0 градиент минус 2, минус 2, минус 2. Окей? Перемножу, получил 1, 1, 1. Сошелся. Такой пример, да? А если я возьму такую функцию? То есть я каждую как бы координату x или z как бы по-разному растяну. Она будет быть в разных масштабах, да? Поэтому у вас, когда вы получаете градиент в точке, у вас скорость по этому будет огромная. Здесь будет 2000, да? Здесь будет 200, а здесь 2. Понимаете? То есть у вас как бы градиент будет идти как бы с разными скоростями по разным координатам. Вот это еще можно заметить вот здесь, где мы в примере было. Вот. Видите? У вас градиент зависит от значения признака. То есть если у вас одни x это там типа сотни тысяч, а другие единицы, у вас просто будет веса тоже меняются одни сотни тысяч, а другие на несколько штук. Это как бы нехорошо. Из-за этого скорость сходимости сильно уменьшится. Поэтому а. Центратизация, б. Мин-макс-нормализация. То есть их мы обсуждали на прошлой лекции, поэтому я не хочу тут останавливаться. Коллеги, это понятно? Да, конечно. А зармализация вообще не мастер-листик искусственного занижения? Нет, смотри. Вес будет выучиваться. То есть если эта фича очень важная, вес должен выучиться большим. Искусственного занижаться не должен. То есть вы делаете так, чтобы изначально у вас представление не было несбалансированным, чтобы один признак заранее не имел какую-то такую сильно более большую скорость. А потом уже веса должны так подстроиться, чтобы важные признаки получили важный вес. Вопрос хороший. Смотрите, во-первых, чисто из практики, если у вас нет доступа ко всему датасету, например, то есть вы делаете мин-макс-нормализацию на трейне, у вас может быть так, что минимум хранится в новых данных, и тогда оно вылезет из порога. Понимаете, да? То есть если у вас часто приходят новые-новые данные, у вас минимум-максиум могут, на самом деле, быть сильно далеки от того, что вы считаете. Поэтому обычно, ну, проще начать с астертизации. То есть проще начать с астертизации, потому что тогда у вас модель не будет, возможно, модель будет сильно иметь в виду, что у вас признак в шкале 0.1, а на тестовом объекте он может быть вылезти за шкалу 0.1, потому что у вас, может быть, это будет какой-то очень большой объект или очень маленький. То есть с точки зрения здравого смысла, стоит сначала попробовать с астертизацию. Коллеги, вопросы? Отлично. И то, что мы обсудим еще на этой паре, потом оставляю, видимо, закончим на следующей. Итак, регуляризация. Это один из таких столпов машинного обучения. Да? Посмотрите, мы хотим еще как-то судить функциональное пространство перебора, чтобы еще улучшить общающие способности. Мы хотим еще какие-то как бы априорные знания о мире устройстве запихнуть в наш функционал, чтобы наша модель не перебирала какие-то безумные варианты, да? Условно говоря, такой базовый, такой стандартный пример регуляции. Представьте, что мы, опять-таки, предсказываем выручку ресторана, и мы можем сказать модели, типа, что фича выручка ресторана за прошлый год должна идти с положительным знаком, да? Вот такие у вас базовые представления о мире, что не стоит как бы вычитать выручку в прошлом году. Потому что чем больше она была, тем больше, по идее, она будет. Из-за этого оптимизация будет проще. Потому что какой-то как бы, какой-то набор весов она вообще рассматривать не будет. Понимаете, да? То есть мы какие-то априорные ограничения накладываем на то, какое решение мы хотим получить. Ну, это выглядит так. То есть у кого была матфизика, тут можно найти аналогию, ну, прямую аналогию с методом регуляции Тихонова. Это функционал регулизированный, это исходный функционал плюс какой-то параметр регулизации на регулизирующий, ну, на регулизатор, собственно. Понятно, да? То есть вот здесь мы, здесь наш исходный функционал, а здесь наше представление о том, как должно выглядеть W. Ну и вопрос, как подавать параметр альфа. То есть с каким весом мы хотим регулизировать наш функционал? Коллеги? Как подобрать вес регулизации? Такой базовый вопрос, базовый ответ. Ну, да, перебрать на кросс-валидации. На валидации, на кросс-валидации. То есть заранее так не сказать. То есть это еще раз, это один из примеров структурных параметров. Что будет, если мы будем альфа настраивать на обучение? Какой альфа выберется, если мы будем настраивать параметры на обучение? Ноль, да. То есть с точки зрения обучения, лучший параметр — это альфа, потому что он оптимально, как вы понимаете, он максимально позволяет подогнаться под обучающую выборку. Поэтому его надо настраивать именно на валидации, точно так же, как число соседей. О чем мы говорили в прошлый раз, число соседей мы настраиваем на валидации. Какая параметра альфа? Итак, два стандартных таких приема, две стандартных регуляризации. Итак, давайте с вами условимся, что, во-первых, если у вас большие признаки, скорее всего, вы переобучились. Почему? Вот представьте, что вы все ошкалировали, привели к единому масштабу, и вдруг у вас один признак становится 100-500. Что это значит? Это значит, что у вас при небольшом-небольшом изменении этого признака, точнее, у вас вес получился 100-500, при небольшом изменении веса, при том небольшом изменении признака, у вас предсказание сильно-сильно поедет. Понимаете, да? У вас огромные веса, признак чуть-чуть поменялся, а предсказание очень сильно поменялось. Скорее всего, вы переучились. Понимаете, да? У вас решение неустойчиво. Для новых данных оно будет работать плохо. Олег, это понятно? Большие веса — это такой явный признак, что вы переобучились. Большие, я имею в виду именно реально большие, сотни тысяч, условно говоря, тысячи. Это большие веса. Почему это плохо? Потому что, скорее всего, вы потеряли обобщающую способность. Что же с этим делать? Как бороться с таким переобучением? Два варианта. L1 — рекрутирующая, LASSO. LASSO — это такая аббревиатура, вы можете в Википедии посмотреть, что она значит, потому что я все время забываю. Значит, выглядит так. Вот наш рекрутирующий функционал — это просто сумма модулей весов. То есть, чем больше веса по модулю, тем хуже. Понимаете, да? То есть, еще раз. Функционал — это сумма исходного на регулизатор, а регулизатор — это просто сумма весов. То есть, чем больше эта сумма, тем хуже. То есть, модель должна найти такие веса, чтобы сумма модулей была поменьше. Понятно? Ну, здесь проблема. С ней вот этот QR не будет гладким. Вы уже не сможете поменять градиентный спуск. То есть, что делать тогда? Это выходит за рамки этой лекции. Я вам рекомендую почитать про так называемый субградиент для выпукл функций. И, например, там максимальный метод. То есть, если у вас будет желание разобраться, как оптимизировать такие штуки, вот welcome. Как раз, почему субинференциалом, да? Ну, субградиент, да. Это обобщение такое для выпукл функций. Вы можете... Такой вот аналог градиента, называется субградиент, который, вообще говоря, градиенту равен во всех точках, где производные есть. Да, да, в точках, да, это область. Вы видите, что-то у вас всплывает, да, в голове по этой теме. Ну вот, более, как бы, простой вариант с точки зрения оптимизации, это L2 регуляция, мы штрафуем за квадраты, да? Если у нас квадраты, все, пожалуйста, дифференцируйте, градиентный спуск, точные решения, что хотите. Почему называется riche-регрессия? То есть, она называется так, потому что точные решения, которые вы дома вы видите, с таким регулятором будет выглядеть так. То есть, просто добавится лямбда и перед обратимостью. Как вы думаете, что это... Почему это очень хорошо? Она называется riche, потому что это гребень. Ну, гребень, типа, вот, и. Такая вот аналогия. Как вы думаете, почему вот такая штука очень приятная для вас? Причем, лямбда положительная. Не совсем. Да, да, смотрите, а вот... Почему хорошо такой матрицы добавлять такую диагональ? Можно сделать так, чтобы она была обратилась. Да, 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 все верно. То есть, если у вас лямбда положительная, эта штука будет обратима просто. То есть, можно показать, что если вы в матрицу, вот, в диагональ фигачиваете положительные числа, то эта штука будет уже обратима. Это просто способ обращения таких матриц. Я не хочу выглядеть умным, поэтому скажу, что я не знаю, что за круги. Но, в общем, вы можете... На рекламу в интернете можете погуглить про это. А почему плохо, когда все висы одинаково большие? Смотрите, это плохо, освещение стабильности, да? Представьте, что у вас был объект такой, там, 0,5, 0,6, 0,7, а потом приходит объект 0,75. Если у вас веса у этого 0,75 сильно... Точнее, фичи чуть-чуть отклонились, было 0,7, стало 0,75. Отклонение небольшое. Но из-за того, что у вас вес огромный у этого признака, у вас предсказание очень сильно поедет. Чувствуете, да, вот этот момент? Ну, то есть, сопоставление больших весов и маленьких параметров, да? Сопоставление больших весов и маленьких изменений параметров. Решенство с неустойчивым, понимаете, да? То есть, у вас чуть-чуть изменяются выходные данные, а выходные сильно меняются. Ну, если по всем... Да, если по всем будет абсолютно одинаково в масштабах, то не будет. Ну, это такое не может быть, понимаете? Шанс, что у вас все веса будут в одних масштабах, это нереально просто. Коллеги, есть еще вопросы? А каким образом мы получаем со штрафом, если вы, например, дадите, одни на какие-то большие веса? Ну, вот смотрите, еще раз. Вы добавляете в функционал квадраты. То есть, если вес большой, то квадрат очень большой. И у вас в функционале явно прописано, что я хочу, чтобы вот эта штука была минимальна. То есть, он, оптимизатор, будет сам настраиваться так, чтобы вот эта сумма была минимальна. То есть, сумма у вас минимальна, сами веса минимальны. Понимаете, да? Ну, это то же самое, что с суммой модулей. То есть, вы как бы снаружи заставляете ваш метод оптимизации учитывать ваши хотелки. А ваша хотелка такая. Хочу маленькие веса. Вы эту хотелку задаете так, через такую сумму. А дальше SGD решит за вас. Да. Как видите, коллеги? Еще вопросы? Отлично. Это последний слайд будет? Да, давайте последний слайд и пойдем пить кофе. Я тоже устал. Вот смотрите, можно показать. И здесь всегда использую такую магическую картинку, о которой мы сейчас с вами поговорим. Что лассо, она же L1, она приводит к занулению весов. То есть, к отбору признаков. То есть, что это значит? Что вы, условно говоря, делали классификатор на спам, не спам, использовали там лассо. Но и в итоге у всех слов, которые не важны для спама, не спама, да, там, не, стол, да, то есть, слово стол может быть как в спамовском письме, так и в спамовском письме. Вес у этого слова будет ноль. Зачем это нужно сделать? Зачем это нужно сделать? Это нужно сделать, чтобы ваше решение было более компактным и быстрым. Когда у вас, типа, фичи, как вы сказали, там, 100 тысяч, было бы неплохо, если там 99 тысяч, занулилось бы из них. Тогда вам и модель хранить проще, и скорость предсказания сильно быстрее. То есть, очень хорошо, если бы кто-то за нас отобрал бы важные признаки и всякий мусор бы удалил. И вот можно показать, можно показать точно, я покажу наглядно, что лассо приводит к задумыванию весов. Так, вот. Вот, видите, мы переходим к картинке. Значит, это, вот это линии уровня для L2 реализации. Как понимаете, это круги. Да, вот L2 — это сумма квадратов, да? То есть, вот здесь сумма квадратов константа — это вот эта окружность. Понимаете, да? Вот по этой окружности сумма квадратов V1, V2 — константа. А здесь ромб. На этом ромбе сумма модулей константа. Вы можете тоже как бы с помощью знания геометрии и немножко математики понять, что это будет ромб. В каждой вот этой точке сумма модулей одинакова. Понятно, да? А это, например, линия уровня решения. Вот голубым обозначено вот то решение квад V, которое бы было без реализации. Это просто его линия уровня. А вот это оптимум. Оптимум. То есть, оптимум. Вот это оптимум. Это линия уровня. Вот. Это, например, MSE. Представили, да? Линия уровня решения. И смотрите, что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы вот та точка... О, господи. Та точка, которая была бы вот здесь на этом круге или на этом ромбе была максимально близка к точке, как бы, к оптимуму. Понятно, да? То есть, мы хотим, чтобы вот эта точка пересечения вот нашей реализации с оптимальным решением была как ближе, 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 ближе. Понятно, да? Чтобы удовлетворить и тому, и тому. Вот очевидным образом, что из-за того, что у вас ромб явно имеет такую структуру, такую вытянутость, шанс, что у вас пересечется в точке 0,0, сильно больше. Здесь у вас как бы все точки равноправны. Да? И шанс, что вы встретите вот такую точку или такую точку, он очень маленький, на самом деле. А здесь нет. Здесь у вас больше шанс, что ваше решение заглянет вот в сторону, когда у вас одна из рупчей нулевая. Это такое довольно, на мой взгляд, довольно идиотское объяснение в том смысле, что оно как бы относительно наглядное, но оно может быть не очень убедительным. Но проблема в том, что как бы честное объяснение займет еще там пол лекции. Поэтому я вам рекомендую, во-первых, а, посчитать это в Бишупе, б, найти такую же картинку в Википедии, например, такая же будет, ц, спросите еще раз у меня. Почему, коллеги, почему линейная регрессия такая популярная? Причина вот в чем. Благодаря стахастической оптимизации, которую использует линейная регрессия, вы можете не хранить ваши данные в оперативной памяти. Вообще. То есть, например, алгоритм ближайшего соседа для предсказания требует вам загрузить все в память и потом сравнивать каждый объект с каждым объектом учащей выборки. В линейной регрессии такое делать не нужно. В памяти вам нужно хранить только D-признаков. D-фотов просто. Ну и плюс для обучения. Для обучения важно. Вам, опять-таки, не нужно знать все объекты из трейна. Вам достаточно знать только батч. Вот тот батч, тот объект, который приходит сейчас. То есть, как это выглядит? Это у нас GD. Вот, смотрите. Мы взяли X-итый, из файлика считали, обновили веса, забыли его, считали другой X-итый и так далее. То есть, вы просто итерируете по BigDate и итеративно обновляете веса. И те веса, которые вы прошли, вы просто забываете. Потом прошла эпоха, вы файлик перешаффлили и снова по нему проходите. И нигде вы здесь оперативную память компьютера не задействуете. У вас файлик, у вас сам файлик хранится или на жестком диске, или вообще где-то распределено, где-нибудь там в каком-то хранилище. Если у вас прям очень BigData. Это понятно. Из-за этого линейные модели позволяют переваривать прям очень-очень много данных. И есть очень хорошая реализация линейных моделей. Называется WobbleWebbit. На семинаре, может быть, мы немножко с ней познакомимся. Это прям очень хорошая реализация линейной регрессии от Microsoft. То есть прям она супербыстрая. И на самом деле я не знаю ни одной реализации, которая была бы лучше, чем она. И давайте введем такой термин, который называется сейчас популярный онлайн-леунинг. Онлайн-леунинг – это буквально вы обучаетесь онлайн. То есть что это значит? У вас есть какая-то система, например, REG-система. И в нее вы вообще обучаетесь прям во время ее работы. То есть у вас есть человек, вы ему порекомендовали какого-то исполнителя, получили фидбэк, понравился он ему, не понравился. Потом этот фидбэк пробросили к вашей модели и сразу обновили. И для нового, следующего человека у вас уже модель обновленная. Понятно, да? Это онлайн-леунинг, то есть вы обучаетесь прям когда у вас председательный поток. У вас, по сути, обучающие выборки может не быть, а вы можете ВИСА просто все время обновлять по мере работы вашей системы. Понятно? Это очень популярно и, ну, как бы… Да, 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 конечно. Понятно? То есть Big Data, Unlearnoic, наше все. И линейный регрессик идеально, как бы, идет в эту концепцию. И ваш вопрос про много-много признаков. Вот у меня есть все пары, как это я, у меня там 100 тысяч исполнителей, 100 тысяч исполнителей других, переберу все пары, да. Смотрите, вот ваш Q, MSE, вот его, вот градиент по L, да, вот он. Вот, как говорится, чему будет равен градиент по житой компоненте в точках, где фича нулевая, короче? Вот там, где фича нулевая, у вас градиент по этой компании просто ноль, что вы умножаете на значение фичи. Понятно, да? То есть, когда вы делаете обновление весов, вам нужно обновлять только те веса, у которых фичи не нулевые. И это, как бы, идеально позволяет вам работать со спарс-форматом данных. Это, например, А, то, что мы говорим про исполнителей, когда у вас человек мог послушать один из 100 тысяч исполнителей, но он не мог послушать, там, 99 тысяч. Скорее всего, будет там 1, 2 и 3. И вам не нужно хранить в оперативной памяти все 100 тысяч. Вам достаточно хранить только тех, которые он послушал, потому что веса будут обновляться именно на них. То есть вам не нужны веса, вам не нужны, как бы, хранить фичи нули. Просто вам не нужно хранить, потому что для них веса не обновляются. То есть что мы делаем? Мы храним просто мапку для каждого объекта, признак его значения. И потом, когда мы считаем градиент, мы берем только те веса, обновляем только те веса, для которых для данного объекта не нулевое значение. Коллеги, понятно? То есть спарс-формат идеально ложится на линейную модель просто потому, что градиент на объектах с нулевыми фичами нулевой. Поэтому веса таких объектов мы не трогаем. Значит, что данный объект меняет только те веса, для которых у него не нулевые фичи. То есть если человек слушал исполнителя А, то изменится вес только у этого исполнителя. У других исполнителя не изменится. Значит, это именно это. То есть возьмем другого человека исполнителем Б, он изменит веса уже для исполнителя Б. Поэтому благодаря спарс-формату вы можете обучить прям на очень больших данных по числу признаков. Вот реально большие модели. И в Apple Web это умеет делать. Ну, конечно, я вам сейчас, ну, как бы буквально, вот, примеры тексты, вот, тексты, вот, примеры задачи с разреженными данными. Вот у вас объекты текст, ну, признак наличия слова в тексте. Очевидно, что признаков очень много. И просто хранить их, ну, дорого, дорого, и обновлять будет долго. Но вы понимаете, что они спас, потому что у каждого текста, ну, очень мало слов из всего русского языка. Поэтому вы делаете ванхот кодирование и получаете такое разреженное пространство. И обновляете веса только для тех, то есть для данного текста, вы обновляете только те веса, для которых у него есть фичи, у которых у него есть слова. Понятно, да? Коллеги, и тут случайный момент. Вот у вас будет в домашке последний пункт, это сделать не ванхот кодирование для, что-то, я уже не помню, для новостей, да, у вас домашка с новостями, вам просто сделать ванхот кодирование, а сделать, так называемый, TF-ADF преобразование. Я решил это вставить, чтобы вы просто понимали, что это такое. Вот иногда для текстов единичек не хватает. То есть, например, единичек, что слово там «мама встретилась в тексте». Иногда нужно дать какую-то дополнительную информацию. Например, использовать, так называемый, TF-ADF преобразование. То есть TF – это важность вот этого слова «мама» конкретно в вашем тексте. То есть, насколько часто он там встречается. То есть, например, если у вас в тексте там, не знаю, текст там про, не знаю, колбасу. Вот я хочу есть, я думаю про колбасу. И вот если у вас текст там состоит из, там, у него 10 раз встречается слово «колбаса» и 100 слов, скорее всего, вот важность этого слова очень большая. Ну, очевидно, да? То есть, сколько раз термом встретился в тексте, делить на общую длину текста. И IDF. IDF – это важность слова в принципе. То есть, насколько оно, как бы сказать, уникальное. То есть, это число текстов, делить на число текстов, который есть термин T. То есть, если слово «колбаса» встречается редко в текстах, значит, оно очень важное. А вот, например, слово «в», он везде встречается. Оно не очень важно. Поэтому вы, как признак, пихаете не единичку, как вам ходит в радиировании, а вот это произведение TF-IDF. Вы позволяете так модели понять, что вот это слово, вот оно очень важно, потому что, во-первых, оно часто встречается в этом тексте, и, б, оно редко встречается в других текстах. Коллеги, это понятно. Таким образом, вы позволяете, помогаете модели, так сказать, лучше обучиться и показать более хорошее качество. Зачем мы правильно логарифт? Это на самом деле, а, эвристика, б, в этом есть некая вероятность на посылку, на которую вам скажут в курсе по информационному поиску. Пока относитесь к этому как к эвристики просто. Ну, смотрите, логарифт, смотрите, число текста очень большое просто. Лучше, если вы будете умножать вот это на это, хотелось бы, чтобы это было не в очень больших масштабах. То есть пока относитесь к этому как к эвристики. Да, естественно, то есть TF-IDF — это TF умножить на IDF. То есть важное слово в тексте умножить на, как бы сказать, уникальное слово в принципе. Понятно, да? Это у вас будет в домашке последний пункт. Отлично. Коллеги, давайте, я очень рад, что у нас все получилось. Мы разобрались с линейной моделью, вы задали отличные вопросы. Прекрасно, коллеги. Я надеюсь, у вас нет вопросов, тогда мы перейдем к практике. То есть что такое практика? Практика — это, в моем понимании, мы с вами будем говорить о практическом применении тех алгоритмов, которые мы обсуждаем на лекциях. Да, то есть у меня есть какой-то в этом опыт. Я довольно, ну, несколько лет в этом работал, поэтому я могу такой из своей, как бы, практики вам что-то рассказать. Итак, вот как вы думаете, какая самая популярная задача для Data Science? Вот вы заканчиваете техно-сферу, идете на работу. Куда вы, скорее всего, попадете? Ну, в мейл в лучшем случае, да? Смотрите, то есть что вообще люди обычно делают? Люди делают всякие там магазины, делают всякие там сайты, там, понимаете, люди что-то продают. То есть всегда нужно что-то кому-то продать. Это будет, может, или реклама, или рекомендации, или что-то такое. То есть в этом смысле очень много вакансий во всем, в этой сфере. То есть там нужен Data Science для какой-то там новой платформы, там, понимаете, то есть какой-то бизнес сделал платформу, хочет Data Science. И вот вы будете тем Data Science, который, как бы сказать, бизнес спасет. Итак, мы будем сейчас рассматривать задачу и рекомендации, которая является одной из самых популярных. То есть в чем она заключается? Значит, у нас есть человек, и мы хотим ему подобрать такие продукты и товары. Давайте сегодня говорить про фильмы, да? То есть мы делаем какую-то систему рекомендаций фильмов. Мы хотим подобрать для человека такие фильмы, которые он с большим весом, например, купит. То есть мы, например, про фильмы, посмотреть там один дом и 30 рублей, допустим. Итак, то есть наша задача подобрать для человека наиболее подходящие для него фильмы. Итак, например, данные вы можете взять по ссылочке, которая есть здесь. Это такой довольно публичный большой датасет для задачи и рекомендаций. А если просто сетом? Не надо. Ну, то есть он там нигде, там, значит, и кто-то у нас. Ну, то есть он в интернете? В смысле, в облаке Mail.ru. Облако Mail.ru в интернете. Типа в Get-ом, я не знаю. Можешь взять облако Mail.ru в Get-ом? Не знаю. Оно в облаке? Облачные хранения, все такое. Так, вот наши данные. То есть это человек, айдишник человека, айдишник фильма, рейтинг. Вот давайте подумаем, что вообще будет являться таргетом в нашей рек-системе. То есть есть два варианта. Значит, заботливый веб-программист вам формочку разместил на каждом фильме, типа поставь количество звездочек, насколько тебе понравилось один дома. То есть вариант один. Вы делаете формочку, где человек может показать, насколько ему фильм понравился. Например, если он поставил один дома, он от него в восторге поставил пятерочку. Понравилось, поставил единичку. Это раз. Это то, что называется explicit feedback, то есть явный. То есть человек вам явно указал, понравилось ему или нет. Не всегда так делают. То есть не во всех сайтах вы можете столкнуться с тем, что у вас есть, что такое есть. Иногда мерят так называемый implicit feedback, то есть неявный. Например, вот вы вам предложили фильм один дома, вы его посмотрели и купили. Ну, наверное, вам понравился. Например, если вы посмотрели больше половины. Например. Или, например, вы его купили, посмотрели 15 минут и выключили. Скорее всего, он вам не понравился. То есть старт, как можно сказать, еще неявно. Просто анализируя поведение пользователя на вашей системе. Понятно, да? В данном случае у нас explicit feedback. То есть нам явно проставили оценки. И мы давайте будем решать задачу рекомендаций. То есть что мы хотим? Мы хотим, чтобы для новых, так сказать, для пользователей из будущего, мы хотим предсказать оценку такую, которая бы максимально соответствовала этой. То есть это будет задача регрессии. Очевидным образом. И мы хотим, ну да, то есть мы хотим максимально точно предсказать оценку для пользователей, которые пришли к нам из будущего. Опираясь на данные из прошлого. Окей. Ну можно посмотреть на... Можно посмотреть на рейтинги, как выглядит. То есть у нас есть типа вот шкала от там нуля до пяти. И вот можно заметить, что вот очень сильный пик там где-то в четверке, а вот пятерок очень мало ставят. То есть в среднем это как бы нормальные фильмы, это очень понравилось, очень мало, а это прямо совсем не понравилось. Значит, два обучения. Ну вот. Теперь давайте подумаем, как мы с точки зрения архитектуры сделаем нашу рексистему. Да? Вот смотрите. Вот вы дата-сайентисты, но вы должны будете понимать еще, как это все работает как бы вот в реальном системе. То есть вы не должны быть как бы замкнуты в области, условно говоря, вашего как бы модели и все. Как это будет работать? Представьте, что вы делаете такую реальную рексистему. Как это, что мы хотим? Мы хотим, чтобы для каждого человека получить предсказание для каждого фильма. Понимаете? То есть вам нужно. Мы говорили о том, что объектом задачи и рекомендации является пара, человек-фильм, и мы должны предсказать, насколько этот фильм понравится этому человеку. Если мы будем брать всю базу данных, все наши там, сколько есть фильмов, 100 тысяч фильмов, на каждого человека это будет очень-очень долго. То есть как минимум нам нужно будет сделать для 100 тысяч признаков каждый раз. и это будет невероятно тормозить. Прямо понятно. Как обычно это решают? Решают так, что делят вашу систему на два таких этапа. Делают этап, так называемый, черновой этап, вот черновой этап, и финальная модель. Что такое черновой этап? И давайте подумаем, как его делать. Черновой отбор кандидатов, это когда мы, как бы сказать, на глазок прикидываем, какие в принципе фильмы могли бы вас заинтересовать. Вот без модели, вот так, знаете, это как-то попроще. Чтобы этот этап прошел, как мы же, самые релевантные документы. То есть чтобы, вот, например, вот я люблю какие-нибудь там милые мультики, чтобы мне там, не знаю, фильм «Челюсти» не показывать. То есть заранее понять, что фильм «Челюсти» мне не интересен. Потому что вы знаете, что я такой, ну, люблю мультики. То есть я там более милый человек. Вот давайте подумаем, как мы можем это сделать. По жанрам. Да. По жанрам. Да, по жанрам. Вот давайте чисто технически. Вы, например, вы можете заиндексировать заранее для каждого пользователя, какой жанр он смотрел, а потом для финального ранжирования поднимать только те фильмы, которые самые популярные фильмы для определенных жанров. То есть если вы смотрели, например, «Челюсти», вам, значит, показывают самые популярные триллеры. Подбирается на первом этапе. Это ок. Это норм вариант. Более, еще более, более тупой вариант это просто показывают самые популярные. Просто типа, ну, чтобы максимизировать ваше удовольствие, скорее всего, вам понравится какой-то там «Титаник», условно говоря. Или там «Аватар». Это совсем тупой вариант. Хочется, что более персональное. Вот кроме жанров, коллеги, что мы можем придумать? Да, вот год-выдох – это не персонально, но это тоже хорошо. Да, вот смотрите, во-первых, год-выхода – это важно. Смотрите, в вашей рек-системе всегда должны быть свежие, свежие фильмы. То есть вот вышел, как бы сейчас Джокер, вышел, вышел Джокер, и вот вам очень важно, чтобы он появился. Почему важно? Потому что, если вы его не покажете, да, он как бы не соберет лайков, не соберет, как бы, таргета. Подойдет с проблемой, да? Ваша рек-система, у вас выходит новый фильм. Раньше вы его не показывали, потому что его просто не было. Если вот показывать, вы так и не будете, вы обречены, потому что фильм никогда, как бы не соберет информацию о том, кому ему нравится. Поэтому это, так называемая проблема exploration и exploitation. Exploitation, когда вы уже максимально выжимаете все качество из тех фильмов, на которых, как бы, у вас есть информация. А exploration, вы должны, так сказать, исследовать новые фильмы. Понимаете? То есть вы должны, чтобы, вы должны помогать фильмам набирать какую-то поведенческую информацию. Информацию о том, какими людям она нравится. То есть вышел Джокер, мы его показали людям, сразу поняли, что, например, мужчинам он больше нравится. А раньше мы это не знали. И теперь мы, например, новым мужчинам в нашей системе будем с большей вероятностью подмешивать Джокера. То есть вообще это такая идея, что посмотреть люди, которые оценили хорошо фильм, который мы хорошо оценили, и посмотреть, какие они помимо этого... Да, да, да. Это дальше мы вам сказали. То есть базовая идея всех, как раз такая. То есть вот вышел новый фильм Джокер, мы его показали многим людям, посмотрели те, каким людям ему понравилось, то есть какие люди на него кликнули, купили, посмотрели, а потом новым людям нашли, какие новые люди похожи на тех людей, которым понравился Джокер. И им уже в ленту подмешали Джокер. Понятно, да? Это такая вот обычная схема для рекомендаций, так называемая, то, что я говорил, exploration, exploitation. То есть мы показываем сначала свежее, а потом новым людям показываем свежее через ту информацию, которую мы набрали. Так, окей. Ну вот, это мы обсудили простые варианты черного ранжира, и давайте дальше обсуждать вот как жизнь задачу 2. Вот как для черного отбора не только свежее показывать, что свежее тоже надо, надо свежее, и надо популярнее тоже показывать, но нужно показать что-то персональное. То есть для черного отбора хочется, чтобы все-таки там, условно говоря, мне показывались мультики, а кому-то там челюсти. Да? Вот как сделать такую штуку вот без моделей, без машинного обучения, а вот как-то попроще, чтобы это реально быстро считалось, чтобы это можно было почитать для очень большого количества фильмов. Ну, давайте, вот первая часть нашего семинара будет про это. Вот как отбирать кандидата с помощью расстояния. Вот это как бы вот эта часть семинара, она посвящена вот прошлой лекции, на ней не было семинара, потому что мы обсуждали проект, поэтому я как бы отдуваю здесь. То есть мы хотим построить функцию расстояния между фильмами, чтобы, например, если я знаю, что вы посмотрели челюсти, я вам показывал такой другой триллер. Да? Вот просто без модели и все, просто на одном расстоянии. Чтобы это делать, быстро можно было. Вот как такое сделать? Ну, очевидно, что какая-то гипотеза, да, такое. Гипотеза, от которой будем отталкиваться. Как построить расстояние? Ну, базовый вариант такой. Вот кажется, что как понять, что фильм похожий? Один фильм похожий на другой. Скорее всего, если я посмотрел фильм А и фильм Б, и они мне понравились, скорее всего, они похожи в среднем. Понятно, что мы все многогранные, я люблю там и поплакать, и посмеяться, и все такое. Но вот в среднем, вот в среднем, вы просто прикиньте, что ваша область интересов, она плюс-минус как бы в каком-то как бы круге. Ну, и в среднем, то есть если я знаю, что вы там любите фильм, там, мультик, другой мультик вам может понравиться. Да? То есть это такая базовая гипотеза, к которой будем отталкиваться. Как ее будем... Ну, коллеги, с этим понятно? Ну, похоже, значит, что мы построим такую функцию расстояния, которая для похожих фильмов, похожей в смысле, ну, давайте в бытовом смысле, то есть вы понимаете, что фильм там «Властелин колец», он там похож на «Игру престолов», там по жанру, там вот по масштабу, там по чему угодно. С точки зрения здравого смысла, то есть давайте так еще раз, «Властелин колец» похож на «Игру престолов» больше, чем «Властелин колец», похож на «Историю игрушек». Вот в таком смысле, знаете, мы хотим построить именно, да, с точки зрения впечатлений. Хороший был крик. Окей, итак, как мы будем делать с точки зрения просто элементарного параллельного на питоне? Возьмем, во-первых, все фильмы, которые понравились людям, то есть все, которые поставили рейтинг больше трем, больше или равно трем. Это будет сколько? Почти 700 тысяч фильмов. Что такое? Там, значит, возьмем оттуда всех пользователей и всех и все фильмы и просто в таком совершенно идиотском цикле for посчитаем для каждого пользователя все фильмы, которые он смотрел. Ну, просто сделаем мапку, сделаем словарь, ключ, это будет пользователь, а значение это множество всех фильмов, которые понравились этому пользователю. тогда очевидно, да, что если это множество сильно будет пересекаться, то это будет похожий пользователь. А нам нужно построить метрику для фильмов. Давайте подумаем, как построить метрику для фильмов. Мы много говорили про, в понедельник, про метрики, и давайте я вам скажу еще одну вещь, это Point-Wise Mutual Information. Это так называемая метрика связи между категориальными признаками. Представляете, что у вас есть n событий, в данном случае события — это люди, у нас есть n людей, и мы хотим понять, насколько фильм А похож на фильм Б. Мы хотим понять, насколько они связаны. Для этого используется метрикой PMI. А показывает, насколько часто они встречаются вместе. То есть это сколько раз фильм А встречается вместе с фильмом Б, то есть у нас сколько раз один человек посмотрел один дома и историю игрушек. Это n, x, y. n, x — это сколько раз он посмотрел один дома, n, y — сколько посмотрел игрушек, а n — это сколько людей в принципе посмотрело всего у нас есть. Понятно, да? То есть это мера связи между двумя фильмами. Понятно, да? То есть типа базовая гипотеза в том, что вот у фильмов, в которых n, x, y очень большой, то есть очень много людей, которые посмотрели вместе и истории игрушек, и один дома. Значит, скорее всего это очень похожие фильмы. Ну, при условии в том, что еще в принципе их посмотрело не очень много людей. Тут очень важно, что вот, например, у фильма Аватар и фильма, там, не знаю, что там еще, Терминатор, да? То есть все очень любят смотреть Аватар и Терминатор. Поэтому у них n, x, y будет очень большой. Но при этом у них будут большие еще и n, x, и n, y. Потому что в принципе очень много людей смотрело Аватар и Терминатор. Поэтому здесь такая номерок позволяет очень популярный фильм просто как бы занизить их. Коллеги, спимляем понятно? Point wise mutual information. То есть смотри, вы расписите вероятности. p от x, y это n, x, y на n. p от x, y это n, x, на n. p от y это n, y, на n. Вот там два раза n сократится, один раз не сократится. Еще, господи, p от x, y это n, x, y делить на n. Да, потому что одно n не сократится. Коллеги, дайте еще вопросы. Коллеги. Логарифт для задачи еще раз. Логарифт, ну, типа, здесь просто масштаб то есть в данной задаче логарифт не нужен просто потому, что мы с вами будем по ней сортировать, по сути. Это просто сделано для номеровки. Чтобы у вас будет все числа будет очень близко на дипломе. 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4. Чтобы как-то было понагляднее и лучше взять логарифм от него. Окей, да? Тогда потихонечку идем дальше. Здесь очень страшный код, отвратительный. Я просто в цикле перебрал все вот эти, посчитал nx и n, y. Вот не запускайте радио бога. Пощадите себя, потому что он будет работать минуту 2. Минуту 2 будет работать и будет, как бы сказать, мучить ваш процессор. Можете поверить, что я в итоге просто посчитал парные аккаунты для каждой пары фильмов. Ну и теперь я взял свой любимый фильм из файлика movies.dat. Первый фильм вот как раз таки той истории, той истории игрушек. У него яичник 1 и давайте мы найдем для этого фильма топ сколько там топ 30 фильмов, которые максимально сниму по PMI. По PMI. То есть здесь я просто в цикле for прохожу по всем парам. Значит, если парный аккаунт уменьшит 300, я скиплю, потому что я считаю, что это как бы недостаточно много пар, чтобы считать PMI. А для всех остальных я считаю честный PMI. Итак, а потом добавляю в Scores. Но потом просто сортирую. Потом я взял оттуда все слова из у меня есть еще файлик с текстами. Я взял все слова для этих фильмов похожих и просто показал. Ну вот, видите. То есть все совершенно здраво. Если я смотрел той истории, мне нравится Мэри Поппинс, Алладина, Джуманджи, Бэтмена, Королев, не знаю, что это. Окей, да? То есть ну еще я отобразил еще два раза сделал, неважно. Ну вот, я нарисовал тогда в виде как бы облака слов. Смотрите, то есть как это работает, как это можно сделать в продакшне. То есть мы знаем, что вы посмотрели историю игрушек, и мы индексируем для каждого такого фильма те фильмы, которые скорее всего вы посмотрите тоже. потом вы к нам приходите в нашу систему, мы смотрим, что вы уже посмотрели, и в список кандидатов запихиваем вам всех, которые связаны с вашими фильмами. Да? А потом их уже ранжируем в финальной модели. Коллеги, то есть этот момент понятен? Вот как с помощью просто одной метрики расстояния, которую мы правильно выбрали, вот просто забесплатно найти похожие фильмы на историю игрушек? Тут очень важно понять еще один нюанс. Вот такой практический совет. Для вас, как для будущих специалистов, всегда первым делом должны стоять поведенческие данные. То есть информация о том, что два фильма смотрят вместе одни и те же люди в сто тысяч раз важнее, чем то, насколько там их условно говоря названия близки. И то, насколько режиссер у них похожи. Или то, жанр у них один и тот же. Понимаете, да? То есть через всю поведенческую информацию проходит вся эта информация. Ваш мозг уже заранее, когда вы смотрите любимые фильмы, он уже пропускает через себя. Вы уже смотрите как бы фильмы похожих жанров, похожих режиссеров и так далее. Поэтому, когда вы строите метрики такие, первонаперво всегда стоит рассмотреть именно поведенческую информацию. А только потом уже смотреть на тайтл этого фильма, потом на режиссера и так далее. Это такой важный лайфхак, который я хочу, чтобы вы понимали. Окей? Когда сейчас будет часть 2, давайте обсудим часть 1. все ли вам было понятно в таком примере, как мы с помощью расстояния находить похожие фильмы? Ну, можно такой вопрос типа если я с этим ноутбуком хочу поработать с тобой? Соболезно, да. Кстати, лекунг, вот просто ужасно, да, ну ладно. Как мне получить доступ к экране? Еще раз, смотрите, там и ссылка. Вначале есть там Cloud Mail.ru. Давайте еще раз я сделаю вот так вот. Оп-оп-оп. Окей? Отлично. Так, коллеги, еще вопроса. Work Cloud это для всех слов, которые похожи на историю игрушек. В данном случае, как видите, очень много, очень много фильмов со словом Batman. Возможно, дети любят Бэтмена. Коллеги? Коллеги, еще вопросы есть? Или мы идем дальше? Так, идем дальше. Тут совсем немного, поэтому мы это обсудим довольно быстренько. Смотрите, дальше мы хотим делать финальный модель регрессии. То есть, мы хотим, у нас таргет это рейтинг фильма, который поставил человек. Как мы делаем валидацию для нас? У нас еще тест. Мы берем train, это все данные, которые у нас были до какого-то времени, потому что мы хотим делать прогноз на будущее. мы хотим понять, оценку в будущем поставит человек этому фильму, имея данные из прошлого. Поэтому для обучения мы сразу по времени зарезали, просто чтобы здравый смысл оставался. А вот нам для теста взяли все записи 2008 года, но чтобы юзеры еще были в трене, чтобы не было предсказаний для тех юзеров, которых мы вообще не видели раньше. Это понятно, да? Таким образом, мы сформировали обучающую выборку и там тестовую слэш в валидационную. Реального теста тут нет. Это наша валидация. То есть у нас тренд за 700 тысяч объектов, тест 56 тысяч объектов. Итак, теперь давайте подумаем, какие признаки нужно извлекать. Давайте. Коллеги, вот хотим сделать регрессию на оценку, ой, регрессию, да, на оценку пользователя фильму. Какие нам нужны признаки для этого? Вы можете на данные вложить на нубыки. Вы вольны в этом? От года. Ну, окей, хорошо, то есть свежие фильмы с большей вероятностью понравятся больше. Ну, окей, да. Я хочу, чтобы вы тоже подумали, чтобы был не только мой вариант, а еще какие-то набросы ваши. Да. Да, да, ну, вот, отлично, да. То есть, типа, средняя оценка для фильма, средняя оценка для юзера. Да. То есть, средняя оценка для юзера не очень нужна, потому что нам нужно все фильмы отсортировать для юзера. Да? Понимаете? То есть, нам не очень важно, как он в среднем оценит, нам важно, чтобы для него конкретно было самое релевантное. Понимаете? То есть, это улучшит МСЕ с точки зрения вот Лосса, да, но это не улучшит нашу, как бы, финальную модель. Потому что у нас как бы для теста будет один юзер и все фильмы. Понятно, да? Давайте еще, коллеги, очень хорошая идея. Давайте вперед. Что еще влияет на то, какую оценку вы поставите фильму? Что-то релиссуруем. Да, не разберемся. Жанна, да, окей, Жанна, хорошо. Ну, да, было среднее, среднее, я сам говорю, окей. Ну, давайте, то, что мы обсуждали на примере музыки. Можно, например, опять, есть какое-то слово, ну, то есть, здесь, например, имя, да, окей, да, окей, окей, Но, что я сказал немножко раньше? Если у вас есть поведенческая информация, это самое-самое важное, самое сокровенное. То есть, имя и джессера, это хорошо. Да, и актер тоже хорошо. Но самое важное, это не, не это самое важное, самое важное, это то, что ты смотрел раньше. Вот, чтобы понять, понравится ли тебе этот фильм, я должен знать, что ты раньше смотрел. Нет, для человека, для человека. То есть, нам нужно знать, чтобы понять, понравится ли мне фильм «Челюсти», я должен знать, смотрел ли я, понравились мне другие фильмы. Не обязательно похожие. То есть, может быть, мне очень нравились непохожие. Мне очень нравились мультики. Скорее всего, челюсти мне, может, не зайдут. Понятно, лайк, да? То есть, как бы, таргет определяет, как бы, вот, ваше прошлое. Точнее, ваш характер описывает, как бы, те действия, те фильмы, которые вы смотрели. Понятно, да? То есть, самое, как бы, как бы, важное в задачах это посмотреть поведенческую инфу из прошлого. Итак, поэтому я просто взял, значит, взял сет history data. Это просто та история, по которой будем считать статистику. Это просто, как бы, историческая информация о фильмах. Да? А вновь взял train data. Значит, история мы брали из 2007, а train брали на рон в 2007. Смотрите, вот это будет наш train, а фичи для него будем строить отсюда. Это сделано для того, чтобы, как бы, у нас было четкое разделение между будущим и прошлым. Мы обучаемся на 2007, а фичи берем из прошлого. Понятно, да, коллеги? То есть, чтобы у нас, как бы, случайно не попало в том, что мы брали фичи из будущего. Да, а я перепредел train data. У нас была общая train data, а теперь я хочу, чтобы считать фичи из прошлого, сделать какую-то history data, из которой я, собственно, буду брать информацию. Словом говоря, мы берем пару объект, это пара человек-фильм и strain data, и смотрим, какие фильмы смотрел человек в history data. Понятно, да? Чтобы не пересеклось, чтобы случайно мы не взяли как history, то, что не history, а то, что future. Тогда все сломается вообще. Если вы будете брать фичи из будущего. Коллеги, понятно, да? Окей. Значит, разбили на 20. Теперь очень глупо, очень глупо, очень глупо. Я взял, значит, прошелся по нему, и, значит, если рейтинг больше трех, я поставил, что фича единичка, если рейтинг меньше трех, это минус единичка, и сделал такой словарик. Виде, значит, user, и у него, значит, значение это какой фильм он посмотрел и понравился он ему или нет. Один понравился, минус не понравился. Сделал такую же матку. То есть от юзера к списку, к множеству фильмов, с которыми он взаимодействовал. Понятно? Один понравился, минус не понравился. Дальше нам нужно познакомиться с прекрасной библиотекой в Apple Web. Еще раз. Это очень крутая библиотека, которая предназначена до обработки больших объемов данных. Она часто, как бы, незаслуженно уходит из курсов по ML, но я хочу, чтобы вы четко знали ее существование. То есть не одним склерном, как бы, едины. То есть есть очень много хороших реализаций, и они не в склерне. То есть у Apple Web это прикольный формат для тех, кто, как бы, с ними не знаком. Во-первых, он принимает, как бы, EFI, это, как бы, консольная утилита. Консольная, да, то есть это не Python. По-моему, есть какой-то IP на Python. Да, может быть, есть. Но мы пока воспринимаем его как консоль, и на вход в Apple Web нужен формат данных, который, как бы, специально для него. Вот как он выглядит? То есть я немножко вам сделал. Во-первых, начальник метка. Метка, которой сейчас нету, я просто не указал. Потом идет, как бы, namespace, то есть, как бы сказать, тип фичей. То есть какого типа дальше будут фичи. Тип, с точки зрения, здравого смысла. Такая, типа, дальше будут фичи про юзера. То есть это ID-шник юзера. Понятно? Дальше будет другой тип фичей. Это фильмы. Это фильм номер три. Мы работаем с парой такой-то человек, такой-то фильм. И дальше фичи третьей категории, это H, назвал, History. Это просто все фильмы, которые у нас были в истории. То есть это он посмотрел фильм 42, господи, 42,72, он ему понравился, 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 тыры-пыры-пыры, и вот это ему не понравилось. Такая, да? Вот такой формат для Apple Webby. То есть в чем его мощь? Мощь в том, что вот здесь может быть все, что угодно. То есть здесь может быть слово, например. Apple Webby внутри себя считает хэш-функцию от этого и ставит на то место, куда оказалась хэш-функция, ставит туда это значение. То есть это полностью ловится на спарс-формат данных. Он делает все это в спарсе. Вы можете запихать огромные-огромные количество фичей. Понятно? То есть в Apple Webby изначально работает в спарс-режиме. Он хэширует каждое название признака и в ту ячейку, куда показал хэш, ставит значение признака. А все остальное как бы не берет. Хранит ровно это. Он не делает матрису размера, там, число признаков, число элементов. Понятно, да? А само сопоставление в юзер тебе сохранился? Да, я сделал фигню. Вот, смотрите, я вот сохранил это. Вот для каждого юзера сохранил вот... Еще раз, смотрите. В ВПВЭт мы нужны фичи. Вот, вот фича юзер, вот фича фильм, а вот фича хистори. Вот я... Это просто фичи. То есть, вот эта фича такая-то, вся такая-то, вся такая-то. Это namespace. То есть, как бы, это специальная, как бы, метка для нас, как бы, для удобства, чтобы понимать, что природа этих фичей другая, не как у этих. Понятно, да? То есть, это для ВПВЭт как бы, не очень важно. То есть, это все для одинаковых фичи. Просто это из одного namespace, а это из другого namespace. То есть, он это все вспоминает как просто, фичи, как бы, равноправные. Окей. То есть, мы сделали такое представление. Теперь что мы хотим сделать? Теперь мы хотим сделать так для трейна. Ну, просто я в цикле файлик записал вот это представление. И для теста то же самое. И, кстати, в чем, в чем смысл namespace? То есть, в чем вообще громадный плюс у ВПВЭта? Что вот эти все интеракции, все эти взаимодействия фичей, он может делать просто вот так вот через минус Q. То есть, здесь я указал, что я хочу обучить модель ВПВЭта, да, на этом датасете, сохранить ее сюда и использовать взаимодействие фичей из namespace F и namespace H. То есть, он, как фичи себе, дополнительно запихает все пары человек history, ой, фильм history. То, о чем мы говорили с вами на лекции, что линейная модель не способна получать, как бы, не способна работать с нелинейными зависимостями. Поэтому все такие зависимые, нужно их заранее отдать, как фичи. Вот это и делает ВПВЭт. Он берет все пары там, фильм А, предсказываем фильм Б из истории и делает все такие пары. То есть, там, условно говоря, если у вас 10 тысяч фильмов, будет 10 тысяч пар. Но так как это все делается с парс, это все спокойно переваривается. Коллеги, это понятно? Да, смотрите, еще раз, давайте еще раз поймем. Смотрите, вот фича номер 1. Он берется отсюда хэш от этого числа и ставится единичка. То есть, это будет, типа, является ли пользователем номер 26624. Это первая фича. Вторая фича. Является ли фильм, который мы оцениваем, фильмом 3. Дальше. Является, смотрел ли этот пользователь фильм 4272. Понравился ли он ему? Понравился ли ему фильм 1580. То есть, в данном случае, вот, вес, который будет у этого признака, да, это будет, насколько, в принципе, человеку нравятся фильмы. То есть, у нас линейная модель, вес на признак, это будет, значит, насколько человек, человек 26624, ему, в принципе, нравятся фильмы, да, в среднем. Вес у этого признака, это будет, значит, типа, насколько, в принципе, этот фильм нравится, ну, всем. То есть, если это аватар, у этого признака будет огромный вес. Если человек просто любит ставить лайки, то у этого признака будет огромный вес. Понятно, да, коллеги? Это как видится, что линейная агрессия. теперь да 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 он понимает это мой косяк он понимает и без вы точно это мой косяк извините пожалуйста это обычный признак вот и вот это значит смотрел ли этот человек этот фильм то есть по смыслу что значит насколько изменится как бы оценка пара человек фильм есть человек смотрел этот фильм что типа стал ли он более добрым и пример этого просмотра да вот по смыслу мы хотим чтобы от этой штуки от факта того что он посмотрел этот фильм увеличилась рейтинг для пары с другим фильмом кашу это бред посмотрели там типа и хотя может и всем бред и посмотрели группы и группы столов может стали более добрым человеком ваш рейтинг изменится это фильм это этот человек посмотрел фильм сорок два 72 и он ему понравилось количество яичка ты вот с точки зрения здравого смысла вот такие фичи не очень хороши но киеве и хороши хороши как раз пары взаимодействия фильм и история вот смотрите вот если номер три это история игрушек да нам важно показать логрессии что если я смотрел историю игрушек да и какой фильм например аладдин значит скорее всего мне понравится свои черта вот мы хотим сделать предсказание для фильма истории игрушек и я знаю что я смотрел фильм аладдин очевидно что у такой пары фичей у произведения даже очень большой вес очень да что если вы смотрите мультики вам больше нравится новые мультики то есть это очень прикольный пример когда у вас фичи сами по себе мало имеет смысла но их взаимодействие имеет очень большой смысл здесь нет вы же основной как бы прикол бы вы это что он вы пишете одну команду и он сам делать взаимодействие он сам делают все пары произведений если я не поставил 2.1 по дефолту считаю что значение единицы то это как бы форма такой тип признак 2.0 значения признак 2.0 значения если значение нет он считает что как бы значение единичное так вот как мы это забрались каждый каждый такой файл он говорит про то что пользователь информация про пользу сейчас про пользователя каждый каждый вот такой файл который вы сделаете тогда информация про пользователю на на прошедшем 24 и еще ну про фильм который мы хотим для группа раз пара за счет фильм и какие какие фильмы смотрел раньше человек потому что вам нужно год фильм поисковать конкретного поспрашивать типа насколько человеку а понравится фильм б вы не можете не используйте фильм устал будете делать задачу типа в этом тексте предсказания зачем он именно в этом тексте зачем информацию про то что это именно внутри 3 в варианте а во первых в принципе фильм 3 может быть всем нравится фильм фильм например аватаром он всем нравится это фича нужно как бы да какую команду да тогда это обучение как бы выбрать файл треновой запускать ним или негрессию на конечно счет какую штуку вот эту вот эту это просто я я просто для одного юзера показал как будет одна строчка из train set а вот здесь стресс от или стресс от неважно так будет выглядеть одна строчка вот по этой тройке что это фильм номер 3 одежда фильма 3 мы увидели пускай другого фильма насколько этому человеку понравится этот фильм то есть если я создам еще такую шкуру 4 мне будет ровно то же самое выведется но с 4 да конечно сейчас у вас да у вас важно не это а пересечение от фильма всеми остальными вам важно не только какой-то фильм а то как этот фильм коррелирует с другими штуками еще раз у вас есть фича айдишник фильма для котором хотим сделать предсказание у вас есть фича история да и мы хотим чтобы в apple вебит посчитал все пары это дни он был формат он посчитает просто если скажем укажите ему да когда вот при обучении при обучении я указывал ему типа пожалуйста посчитай все пары фильма и history и он сам внутри себя посчитает среди произведения вот такого на такое такое на такое 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 на такое один на один один и так далее и это оценка оценка ну она же здесь после я не указал вот она должна быть опередим оставится прям перед прям перед этом перед палочкой да да конечно ты можешь посмотреть по коду что она записывается вот ровно здесь выбирайте таргет и пихать его функцию то в формат вот ваш таргет пихать его функцию она описывать окей ну вот вот вы учили модель что какой не отладочный вывод во-первых он говорит вообще сколько бит отводится на один вес это как раз таки про хэш таблицу то есть сколько бит отводится на хэш таблицу то есть 2 18 бит то есть 2 18 значений вы можете хранить то есть 2 18 фичей вы можете хранить без коллизий ваших таблиц леник рейт понятное это штуки это про насколько леник рейт уменьшать со временем не использовать кэш понятно что источников понятно это альфа ну шаг шаг обучения и отладочную печать это начал показывать типа что вот я увидел первый один объект вот его метка вот что я предсказал вот какой лос я получил в среднем а вот такой лос я получил с последнего с последней печати на не одинаково что первый объект и такая прикольная отладочную часть чтобы понимать как работают вообще грин спуск дальше мы пошли второй объект это сгд происходит итеративно по одному объекту дальше вот у нас мы немножко обучились у нас уже придет уже более связан с таргетом ведь у вас как бы раньше просто нули выдавали у вас поэтому в среднем уменьшился из последнего выдача сильнее уменьшился дальше дальше мы итеративно проходим объектом прошли 1 2 4 8 1 3 2 4 и так далее и вот может заметить что каждый раз лос все падает и падает средний падает 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 и он проходит упал до 0 95 и мы прошли на всю выборку то есть он останавливается когда мы сделали один проход и может заметить что уже финальные предсказания уже очень близки и у вас 35 человек поставил фильму показаем вам 33 2 и 5 не тоже троек поставили свете сначала вы плохо предсказывали а нам с каждой итерации он обучался 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 и в конце уже как бы отлично работает ну и все дальше может дать придет просто передав ему минус по ну и пуша я мы себе потом отдельно у вас видите вас вы вы восстанавливаете оценку с точством до 1 и 1 типа вы ошибаетесь на один на одну оценку не сверх коллеги такой был просто небольшой introduction в реак системы и в принципе что есть такая крутая библиотека давайте обсудим все ли вам коза какие-то вопросы набросы лозы если мы себе просто ну по дефолту если вы выполняете не указали лоз он берет просто mse так это сложная формула самом деле она нетривиальная я буду вам посмотреть в мануале она там не 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 очень простая но она уменьшается как бы со временем но это много 1мс это много прям но это сделано из того чтоб ну я я сделал довольно на этом на ну как бы сказать ничего не подбирая там не настраивая параметр вообще ничего я просто показал как как пользу 1мс и что вы среднем как бы ошибается на один в рейтинге типа выскали 4 он 5 условно говоря